все ребят стрим должен начаться был сейчас удаляю ночную запись в общем то и сейчас покажу вам что будет ребят сейчас все покажу в общем смотрите сегодня у нас такой плей-офф лайфинг с лузерами у нас как я думаю многие уже знают вот но и такие первые пары 4 проца джим заменил бьяна одного одним тираном к сожалению меньше стало ну тут ничего не поделаешь бьян уехал на вца поэтому как бы заняв первое место хоть в группе он ну не с не смог принять участие плей-оффе очень жаль хотелось посмотреть его но ничего не поделаешь еще и новой шинкин 2 очень жестких тирана ребят ну и новой шандар конечно же первую пару я думаю что выберу на кип-бетике есть ставочки кому интересно ну и что на инновейшн она напилить к 75 семочек по приколу вот ставьте ставки кому интересно это все дело захожу сейчас в игру обратная и напишу что инновейшн dark так все и лавказ группу зовет отлично значит сейчас начнем так общему премиуму личный премиум не суммируются поэтому если у вас есть общий не активируйте личные премиумы вот так 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 Продолжение следует... 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 Блин, какой-то тормоз он, короче. Такой с... Сейчас я скажу, короче. Таким красным, короче, аватаром. Да-да-да. Invite N Group там напиши ему, что... Сейчас, официально, заинвайтит. Сейчас, короче, пока. Так-так-так-так-так, тут просто тяжело, короче. С ними всеми. Все, короче. Во-во-во, тебя я invite. Все, отлично. Блин, зря димага сразу не пришел. Его еще тяжелее, походу, будет потом добавить. Сеть 20 активировал премиум на ваш канал. Тут просто... Потом можно будет другим. Ну, вообще, я думаю, они по этой части сетки пойдут, потому что сейчас Innovation Dark, а победитель с победителем здесь статс, поэтому я думаю, как бы здесь и надо находиться. Вот. Значит, они уже сразу полностью плей-офф будут играть? Весь день? Ну, не весь день, ну, как бы... Тут же не подряд, а все одновременно идет, поэтому... А-а-а, все, все, понял, окей. Сегодня, как бы, да, сейчас сразу до конца. Ну, обычно часам к 6-7 кончается. Так это все дело, не знаю. Даже, может, раньше 7 плей-офф. Генера-то достаточно быстро, просто вот потом еще лузера. Ну, там, при таком составе много прикольных матчей, может быть. Единственное, жаль, что Бьян на ВЦА поехал, как бы, и не смог принять счастье вот это вот. Это да. Бьян, Бьян. Да, было бы прикольно. А, так, кстати, он все-таки... Это ВЦА и второй же турнир там какой-то еще был, правильно? Да, что такое, я не понимаю, вообще в какой группе. Подожди, а что-то у тебя исключается из группы, он что-то... Странно. Да, вообще, когда что там... Так, кто в группе? Ты в группе, ты в группе, да? Да, 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 я в группе. Так, кто-то не жмет, короче, готовность. А, вот, все, нажали все. Глай 4.0, короче, что, укил сделал, получается, вчера. Глай Читер. Дима, да, там, единственный, в принципе, кто... Ну, хотя там у Глай, да, в некоторых играх вообще там он вытаскивал, как обычно, да, там, из каких-то не понравится ситуация. Но Дима должен был выигрывать, просто вышел из Крифа, окружили его там пушем. Ну, так, там кланвары пока еще начальная стадия, то есть, как бы, дальше, наверное, будет интереснее все там это дело. Так там, да, там же еще мы, получается, вот 8-го числа будем завтра играть против Team Liquid. Там вообще будет жесткие замесы такие. Ну, да, у вас там, этот, просил менеджер меня, если будет время постримить, так что, может, завтра постримлю. Кланварчик тоже с Team Liquid, это прикольно. Да, там, ну, я думаю, вообще, изи, конечно, будет, там, что там, у Team Liquid игроков-то нет нормальных. Ну, так, конечно, будет, ого-го, замес. Ну, ладно. Ого, сразу Dark против Innovation, нифига себе. Ух, я забыл включить overlay, сейчас придется, точнее, наоборот. А ты, кстати, Серега, откуда качал вот этот overlay для просмотра, то есть, ops-mod? А, GameHard-то? Да, да, да. Что-то, Team Liquid, там, на форуме есть, в общем-то. Надо погугли, сейчас я, где-то было добавлено, но не уверен, я найду или нет. Просто она, как, удобная вообще штука, а то, что, так сейчас, не могу вспомнить, какая-то там, люди постоянно смотрят, и их не помню. Ну, и больше, у тебя, как бы, он самый такой, использованный всеми, да. Ну, потому что, тут-то есть все параметры, в принципе. Единственное, что с дефолтным интерфейсом круче, это, что, ну, как бы, там, юнитов, всякие характеристики есть, а здесь, как бы, ну, просто картиночка получается. А, вот, все, нашел, и где. Их мы потом скачаем, спасибо. Скинул там, Skype, короче, здорово. А так, в общем, там, нужно внизу, там, как бы, в последние комментарии идти. Угу. Самые новые версии, короче, должны быть. Хорошо, хорошо. Дарк у нас опять играет через быстрый пул, через быстрый газ, здесь вообще, ну, как обычно он играет, в общем, любите такой сейп. Да, Дарк очень любит. Этот опенинг против рипера, в масс риперов очень хорошо заходит, и... Да и против одного рипера тоже работает нормально, в принципе. Да, да, здесь... Просто у Дарка получается вариативность, то есть он может построить лингов, попытаться забежать, может не забежать. Плюс еще, если Террен, например, делает развитку рабочим и приедет, посмотрит только хату, то он, соответственно, поймет, что там будет ранний пул, и рипером никуда не полетит. И, соответственно, то есть Дарк вообще может лингов не заказывать. Но он постоянно заказывает два линга, то есть таких сейфовых. Два сейфовых линга. Ну, получается, что, ну, то есть, если рассматривать билды вообще без, ну, то есть, каких-то действий сторон игроков, конечно, этот билд бы чуть-чуть проигрывал бы, да, там, Хати первый. Но StarCraft же это не бот-игра, где, как бы, все делают просто рабочих, а потом, ну, юнитов. То есть, тут стараются люди друг друга обмануть, и у Дарка есть много вариантов, причем он ведь может и газ собирать, и бэлинг баскнуть, там, и все, и дропнуть лингов на мейнрана. Или, наоборот, снять все с газа и заказать рабочих третью пораньше обогнать по экономике. То есть, в этом плане он, ну, любит такое начало. Я думаю, он и прав, в принципе, потому что, ну, вот это очень важный момент. То есть, это, если бы Блай, например, ну, и от него же все боятся, Хата его, Прокси, например, да, как бы, А он бы резко начал супер, там, какой-нибудь макро катать, да, как бы, это было бы неожиданно для многих было, как бы. И круто очень. Ну да. То есть, это круто, да. Согласен. То есть, в этом плане очень круто, когда, вроде бы, один и тот же, одно и то же открытие, но при этом продолжение может быть просто масса. И предугадать, это надо постоянно разведывать, то есть, тоже. В этом плане круто, круто. Потому что бывает даже, знаешь, некоторые зерги тоже, которые против тиранов играют, там, два линга забегают, убивают. Ну, Косимку, еще спас лингов, нифига себе, ты его натурали. Что за читердар? Да, просто пропустил, но вижу, дохлые линги убегают. Просто не сгрыз, просто в наглую КСМ-ку вообще еще убежал. Так вот, и что, не делают разведку. Знаешь, то есть, если человек играет в экономику, они про это знают, то они не делают против этого разведку. А если человек чизит, то против чизера постоянно идет какая-то, ранее разведка, там, оверлорды, там, ну вот, все в таком духе. Ну да. Вообще, то есть, поэтому действует очень прикольно. Так, попытка окружить четырьмя лингами рипера, и она удачная вполне. Короче, как-то пока что дарк и безупречник, и что начало отыгрывает, ничего не потерял, сгрызкая СМ-ку, добил рипера. И это все четырьмя лингами сделано, то есть, как бы, ни один из них не потерян. Здорово, Кобрач, здорово всем. Начинаем мы с такого, с такого просто матча, начинаем, как, ну, мог бы быть, это финал какого-нибудь турнира, 100%, в принципе, как бы. Но это в первом туре встретили счет одарк с инновейшном. Зес с остатцем уже, в какой раз там бьются, я не знаю. Ну, а что делать-ка его, да, то есть, StarCraft есть, StarCraft, турниров много. Пусть и не BlizzCon, там, но 2-200 баксов для онлайн-турнира призовой, это очень хороший призовой, и чок не побиться корейцам, там и практика лишняя, и призы еще есть. Может, еще новых спонсоров найдут, команду, может быть, какую-то там. Ну, да, да, тем более результаты все видно, форма, да, игроков, как бы, не корейцы, тем более китайские турниры, они сами рады зовут, корейцы сюда. Ну, китайцы молодцы, благодаря вот этим всем турникам, как бы, видимо, поддержке игроков своих, они сейчас уже, ну, то есть, не то чтобы шатают, но буквально недавно... Средоцеление, по крайней мере. Ну, да, буквально недавно они, как бы, европейцам топовым вообще в хлам сливали все, а сейчас уже ситуация не такая, то есть, как бы, они более-менее на уровне стали, плюс и Асону такие вот игроки, там они вообще корейцы шатают, некоторые есть. Да, это круто. Правильной дроп будет очень красиво. Да, ты на вейшн, кстати, не раз видел от него такой вот именно бил. Ну, тут очень важно фокуснуть бы бэйнов, конечно, но вот, я не знаю, сколько раз видел, но вот пять вроде бэйнов. Немного, да. Бьян, как бы, старался бы, мне кажется, тут, ну, вот, раскатывать, что, если убрать из этого микса бэйнингов, то получаешь просто стимпак, а клик, как бы, с небольшим кайтингом, как бы, и ты разобрал бы здесь все вот на вейшнами. ДВС особого, как бы, ну, и столько, такую группу мариков уже можно анпить, только если линги, в принципе, на крипе резко их окружают. Потому что они с одной стороны набегают, и тиран с руками, он, ну, очень-очень быстро бать мариками, их убивать, да, какие-то нранить, как бы отступать. И, ну, то есть, это кажется, что там тяжело, прям жестко, но я думаю, что, хотя это тяжело, но на опыте, когда... Так, ну, пока я на вейшн крик весь вычищается, он просто старается не отдаваться, он уверен в том, что на средней стадии все нормально сделает, видимо. А здесь третий царщик. Ну, вот, кстати. Фуллинг, конечно, на озел ноги вообще по красоте. Видит, что вступает. Стоит, стоит, все видит. Единственное, что тут... Если, если переход... Ну, видимо, такой билд в Инавейшн, то есть, я сам понимаю, да, раньше играл, чтобы билд просто вот отточен, он там до деталей малейших, как бы, ну, тяжело его уже как-то менять, что-то там переделывать. То есть, просто, если Инавейшн не собирается давить, чтобы ему две инженерки не делать, подумал я, и там, чтобы вот сейчас 2-2 делалось. Вот, но у него 2-1 все равно будет делаться. Ну, вот так вот, как бы, по ресурсам у него получается, что через одну инженерку только он действует в начале. Да. А там, видишь, сложность в том, что в плане, что если ты ставишь 2 инженерки, ты должен либо, если до командного центра, то ты сильно задерживаешь командный центр. Если одну инженерку, ты при этом можешь произвести тайминговую атаку, если СССР не готов, и при этом поставить СССР. Просто играть на броню Террана вначале не очень сильно решает, так как если ты можешь не принимать вообще сражение, с помощью медиваков улететь. Ну, да. Ты знаешь, как Стерран там убил там диску льюников, засадился в медивак, улетел по-течеству. То есть играть на броню, он получается так, что он в будущем потом будет решать, у больших замесов. А так вот здесь, здесь, кстати, домки много, больно, но минки, минки сейчас помню. Да, есть 2 минки и, как бы, даркур. Пока не хочется лезть вперед, как марики вовремя успели этого вейнах убить, это просто жесть вообще. И минки идут чуть дальше. Инновейшн стимпатчится, сканит, видит, что криптуморов не так много. Беллинги идут вперед, ну, Инновейшн, смотрите, как он иск расковырял. Вот сейчас только пару беллингов дошло, и королевы падают. 2 всего осталось. По-моему, это 1-0 в пользу Инновейшн. 140 на 109, там контур рифлингами, но стенка закрыта, и очень много маленьких стоит за этой стенкой. Просто 1500 на 5000 почти потери по ресурсам. Использую Инновейшн, а минки выбивают с беллингов. Очень круто, конечно, отыграл. То есть я бы сказал хладнокровно. Этим Инновейшн от Бьяна, конечно, отличается. То есть Бьян, он именно бесподобен в таком вот, он видит момент, можно байлингов фокуснуть, как бы, да, там, и можно выиграть, там, здесь, или какое-то гигантское преимущество заполучить. Он это делает, фокусит, и, ну, в большинстве случаев успешно. Инновейшн же он как-то более хладнокровно, то есть он не пытается, там, на чуде расконтролить. Он создает такой момент, которому точно добьет, просто как вот сейчас получилось. То есть он летал без потерь, все выбивал, выбивал, и потом определенный тайминг поймал, который, видимо, он, ну, и на тренировках не раз отрабатывал, тем более с Дарком, они же, как бы, наверное, тренятся, тиммейты бывшие. Вот. И добил. Получается, Дарк немного переоценил своих байлингов, потому что, ох, здесь сейчас пошел заметный байлинг. Так, ходит. Здесь, похоже, человек уже, хотя нового, главное, на байлингов сейчас придет. Да, байлингов много, но там минки в ТЛУ есть, конечно, ну. Ой, как минки бахнули. Да, ну это ГГ. Так вот, и Дарк переоценил своих байлингов, он линингом прибежал вперед. То есть, если бы он остался, там было бы попроще отбиваться. То есть, возможно, он бы отбил свою четвертую базу. А так он подумал, что Инновейшн уже не будет налабываться. А, так, секунду, сори. 405 АП у Инновейшн, кстати говоря. Это серьезно для тирана, очень даже. Так, пошел Инвайт. Я надеюсь, Паша видит, там всегда должен видеть. Да, он просто звук отключил. Оф, сори. Так, все, я тут. Так, что-то опять. Серега, ты тут? Да, да, да. Ага. Ну, в общем, Дарк, получается, да. Недооценил чуть-чуть Инновейшн, или, может быть, переоценил свои силы. Ну, конечно, Инновейшн там. Там в один момент у кого-то сделал Наги, конечно, вот когда бейлинги накатывались. Было очень близко. Там вот просто еще сделает там один шаг бейлинг, и марики могли бы погибнуть. Но вот этот один шаг как раз-таки отделяет обычного игрока от профессионального, мирового уровня. Так, что-то я не помню, что-то не присоединяется, и кто-то там не принимает. Да, кто-то не нажал готовность, кто не нажал. А, блин, как-то здесь галочки видно, а когда нажимаешь на 10 вот в группе, там не видно галочек уже. А вот я вижу, какой-то китаец галочки не нажал. Да, да, да. Он как раз и есть в этих четырех. Угу. Вторая карта, Эхо, хорош, хорош. Ну, пока первая, конечно, игра, что-то Innovation очень круто отыграл. Конечно, не без шансов, но, блин, тяжело, тяжело будет Darko. Я, конечно, за то, что победил Innovation. Это, конечно, удивительно, чтобы я за Innovation, за Тирана, да как так вообще? Сергей Керн, привет. Мы вчера Clownar победили с учетом 3-1. Не буду говорить, кто одну игру проиграл. Так, ну что у нас, карта Эхо. Здесь маленькая карта. Но вообще, Innovation любит постоянно делать эти двойные дропы. То есть, я что-то от него в ТВЗ давно не видел других билдов. На стриме, по крайней мере. Вот, поэтому... Давайте здесь. Они же БО-3 играют, правильно, тут или БО-5? БО-3, БО-3, да, там. Здесь везде БО-3. В финале тоже БО-3, но из лазеров надо 2 БО-3 выиграть в финале. Вот такая здесь вообще система на данном турнире. А ты сразу ГАДСПУЛ от ДАРКа. А ты вообще, Серег, видел от ДАРКа когда-нибудь вот агрессию на ранних стали? Понятно, что 6 лингов, там какой-нибудь Бэринг-баз с одной базой. Может быть, что-нибудь в таком духе. Что, я врать не буду. По-моему, что-то было такое. То есть, он агрессив... А, он Роучи Линги очень ранее любит иногда делать. То есть, как бы, без раскачки второй получается вообще. Прикольно, прикольно. Значит, хорошо, хорошо. Потому что, я думаю, что ты как-то... Я смотрю, что ДАРКа в последние игры он постоянно. Вот, ты где-то двух лингов. Только иногда ими бежит вперед, иногда на базе стоит. Это так. То есть, думаю, может быть, он знаешь, как все прямолинейно играет. Но нет, если он меняет стратегии, то это очень круто. Потому что вариативность, это, получается, усиливает игрока. Но, опять же, как мы говорили, что тяжелее к такому игроку подстроиться. Ну, что ж такое? Курьедка активировал премиум на ваш канал. Яны, подчеркивание, Сачек активировал премиум на ваш канал. Ну, и на вышло здесь, опять же, то же самое. Второй барак, реактор. Соответственно, будет Марики с стимпаком дроп. Да, ну, тут я смотрю, в последнее время, он что-то как новый патч вышел. Тираны попробовали что-то там играть. Там, типа, короче, циклончики, там еще что-то в начале циклона Гелиона. Но в итоге вернулись все-таки к этому опенингу. И вообще только его сейчас играют фактически. Так, кто-то, что-то, кто-то, это, кстати, у меня пинг скакнул сейчас. Ё-моё, что за хрень? Ну, сейчас было и фрезы у меня, в общем, но не дропнуло, слава богу. 8 до 800 пинг скакнул, сейчас на понижение пошел. Такое бывает. Да, это плохой знак вообще, потому что обычно, если он раз скакнул, то он еще раз точно за день скакнется. Ну, это, ну, то есть, как бы у всех бывало, там, и у Варди, там, и я спрашивал, ну, и не только, то есть, что пинг прыгает. Угу. Да, ну, надеюсь, надеюсь, между играми-то, где-то какие-то очки еще будут. Ну, кстати, в игре сейчас не было этого, таблички не появлялось, так что все нормально. Нет, таблички не было. Просто вагну, я не знаю, как бы у меня фрезануло просто на других, это как-то отражается или нет. Хороший Ваврос, я даже не знаю, как бы. У меня все нормально было, то есть, я не говорю, не видел. Мне кажется, если бы это что-то отражалось, то появилась бы табличка, скорее всего. Ну, да. Нет, табличка уже, как она глухо там вообще жестко появляется. Ох, репер, репер отходит. Так, да, репер отступил. Вот, просто, ну, спайки такие, пару, не спайки даже, спайки такие маленькие, ну, там, пару призов таких, хоп-хоп, ну, как перемотка, знаешь, такие. Ну, видимо, у других нет, у кого с пингом нормально все, то есть, это только, ну, нагоняешь ты, у кого скакает пинг, скачет. Так, ну, репер живой, короче, все, стандарт, третья хата там у Дарка. Вот как-то, то ли в группе, то ли, не помню, на последнем турнире каком-то инновейшн играли с Дарком, как раз-таки инновейшн выиграл 1-0, то ли СГЛ это был, и потом проиграл Дарку 1-2. Будет ли сегодня повторение, или сегодня инновейшн более жестко отыграет. Чоком, репером прыгает, тут на офиге, к езде, реперу распрыгаться. Убежал, скрылся. Опять то же самое, абсолютно вообще повторяйте на высшем, 100%. Привет всем на Твиче, пацаны, везде, привет. Так, ну, Дарка милишная, ну, кстати, получается в этот раз у Дарка пораньше, ну, то есть, как-то в прошлый раз у Инновейшн, по-моему, атака опережала немножко 1-1, Дарковский. Да, да. В принципе, не страшно, да, зачем Инновейшн сейчас репера отдал, непонятно, он бы мог бы гранатки сейчас в этих королев, например, покидать бы. Ну да, лингов тут маловато, но вот 5 королев, допустим, репер да гранату кидает в центр, и если одну, например, выбрасывают на Мариков, то ее тяжело трансьюзнуть, и они ее там быстренько принимают, очень. Такие всякие моменты бывают. Ну, это, в принципе, пока ничего не решает. Эти крипту мы... Третий медиак присоединяется. Да, прилетает третий медиак, но это вот стандарт от Инновейшна, и я всегда смотрел, как вот Бьян еще уходил, думаю, почему он не приводит Мариков еще, то есть, там, он 16-ю почти убивает, у него есть дома, ну, там, Марики еще, а он не приводит, как бы. То есть, явно не в контроле дело, просто, ну, как бы, он этого не делал, и все. А Инновейшн именно стресс так, почему, почему Дарк медиак не убивает, я без понятия. Странно, то есть, как бы, да, Мариков достаточно много, но ведь, вот сейчас начал медиак и убивать. Ну, когда там столько королев было, просто Марики без лечения, и тиран боится, как бы, ему нужно улетать на чем-то. Если ему не на чем улетать, то это полная печаль. Что, прям сейчас сразу 2-0, что ли? Так, Марики со щитами уже, ну, Инновейшна нечем вылететь сюда на подмогу. Еле-еле, да, Арк отбился, но дэмэдж он просто очень серьезный получил. То есть, он слил всех королев, хотя у него крип есть, как бы, но королева, это же не только крип, это противовоздушная оборона вначале, это, ну, танковать они очень хорошо могут с трансьюзами, друг друга, трансьюзи. Да, да, вообще важный юнит. Да и, как бы, и инъекции нечем делать сейчас, вот, например, на второй базе инъекции нету, просто. Получить, как продакшн подрезать, да вообще много чего сразу подрезать. Да, да, но и потеря в два раза больше у Dark, это очень момент, но у Dark зато 2-2, а у Инновейшна только армур делает, то есть вторая атака даже еще и не заказана будет. Если вот каким-то чудом Dark догрызался и заживет... Да, Инновейшн сейчас идет, пока нет покатушек еще Бэрингов, потому что 30 хп еще. Да, но он понимает, тоже Инновейшн, конечно же, не дурак совсем, он понимает, что дэмэж серьезнейший Зерку нанес, и поэтому надо попытаться что-то здесь разрулить здесь и сейчас. Ну, хорошо, как Дарк ворвался-то, да, сейчас прям лингами окружил, и Бэринги часть маленьких приняли, Инновейшн вынужден был улететь, причем, так, опять что-то происходит, у кого это, у меня опять происходит что-то. Минка-минка-минка, сплэшем, ну, ох, как взлетел Аверсиром в пехоте. Хорошо, хорошо, да, сплэшем в пехоте врага, и Минку чудом успевает вовремя выбить, сейчас она Dark. Нормально, пока Dark держится так, ну, конечно же, там первые дропы нормально по харассиву, но так в целом. Лучше, чем в первой игре, наверное. Ну, когда вот Аверсирами так влетает, как бы, ну, демос врагу нанося, это, конечно, уже, ну, самый такой жесткий уровень, вот именно, чтоб еще все контролить и в замесе вот так вот врываться, то есть, ну, Минка тебе же просто 40 сплэшем наносит, то там Мариком уже сразу нужно садиться, улетать, потому что один Беллинг, если докатывается, то там все, как бы, минус много Мариков сразу. Контр забегания от Dark, но нет, прошло то забегание, сейчас Грыды тем более равны, сейчас такой опасный тайминг для Зерга очень получается. Похоже была ситуация, как в первой игре, в какой-то раз, конечно, схватило Беллинга, что там как раз пришло забегание, в это время отменили что-то базу. Да, причем, причем, что самое интересное, ну, то есть, в первой игре, как бы, и так и на Вейшн-то демош такого не нанес, но здесь Dark как-то собрался и смог как-то ковыряться. Продолжаем. На Вейшн интересный момент, у него шестой, седьмой, восьмой барак с реакторами, вообще. С масс-масс реакцией. Ну, это фрейсинг, видимо, с трех баз, но ударка как раз 2-2 доделась идеально просто сейчас. На Вейшн 1-1 берется против 2-2, ему сейчас прокликать бы и отступить бы просто, то есть, как бы, хотя бы... Забочек на третьей базе убили, на Вейшн. Да, вижу, дропчик был, точнее, сам дроп не видел, вижу. Я тоже не видел. Вижу цифру 13 и вижу овера улетающего. Ох, и Микос. Микос уже успевает выйти, и Новейшн там сразу Мулов, кстати, накидал на свою третью, там, нормально, 3 штучки. Вот, вот так, так, рабов не восстанавливает пока. Ну, вот, и Новейшн, получается, завис на этом прессинге, но у него на 20 боевого больше всего, прессинг опасный. Вот сейчас уже вторая атака доделась как 2-2, будет так вообще замечательно. Здорово, Илюх. В это время здесь у Тарка делается адреналин, пиканье лингов делает. В общем, в сторону третьей базы бежит дотекание, моряков ловит. Здесь тяжело быть, и на Вышнем, просто сейчас дотекание не хватит. Да, дотекание, что ловит Дарка, очень плохо. Причем, ой, сколько лингов, где сейчас они зайдут все. Еще сплетанул, так что моряков своим же демош, получается, нанес. Ну, тут там какой-то прирост просто стоял. Пацаны на построении были там, маршировали на плацово, а тут собаки бегут. Выбежали через депошки. Ну, в целом, кстати, Дарк так неплохо стабилизировал для себя. Четвертая база есть. Правда, вот то, что Дарк не заказывает постоянно до грейды 3-3. Блин, ну, это вообще, я не знаю, что старый патч был. Слушай, ну, он, наверное, просто хочет, как бы, ультралов побыстрее хотя бы пару штучек сделать, в принципе. Ну, то есть, я имею в виду, что, знаешь, когда в старом патче, то есть, грейд без брони, ну, это нормально было бы, решало. А сейчас грейд без брони. Ну, да, да, сейчас грейд слабее. Ну, в принципе, 2-2, плюс там два уникальные, даст, ну, и два начальные. То есть, это уже, как бы, шесть брони будет, один там всего на грейд. Ну, что-то тут мясо, мясо без ультралов, все равно в хлам разложил просто Дарк Инновейшн, а сейчас. Да. Ну, и на четвертый он стабилизировался, как бы. Единственное, что, смотри, как бы, на третий, на четвертый газ вообще не добывается у Дарк, то есть, ему хватает. Вот только сейчас он на третий газ запиливает. Угу. Как бы, вот это вот прямо, ну, четко очень именно понимание, что сейчас, в ближайшее время, с данным типом юнитов до заказа газа больше не понадобится. А когда надо, знаешь, типа, заказом вот это вот. Угу, да. Прикольно наблюдать, как это. Жесткий сыграл. Забегаем на третью базу, приходится срывать рабочих, возвращается пехота. Закопки у рингов нет, поэтому они от тебя уже не убегут, хотя есть рядом дроп висит. Да, в таких ситуациях еще закопка за 100 сто и эффективность бы выросла просто жесть. Потому что, ну, копнулся, сразу тканить надо из туретки. Нет, ну, или как минимум туретки строить. А ведь у Novation вообще туреток нет нигде. Угу. Причем и Novation CC именно с мейна перелетел на три часа сейчас. То есть, тут такой момент, что если, если она будет как бы убита, точнее, если даже Innovation проиграет бой, то есть она по-любому будет убита. Ведь это не Планетарк. Опа, сейчас Аталон, Минки, ну, прихожи на Dark, грамотно лингов такое. Всё, Dark вперед, ультрал с уникальным армором. Шесть у него в данный момент, крошит они всё. Крошит они просто всё. И уже девять часов у Dark тут по чуть-чуть начинает добываться. А то вдруг вылетел, но, походу, там ничего не сделает. Да, вот он, кстати, смотри, очень прям вовремя видит, что на мейне ничего не осталось. С мейна рабочих на девять повёл сейчас. То есть, переводит рабочих лишних. То есть, это вот то, как сейчас действует Dark, не чем-то напоминает даже первую StarGraft. То есть, в первом же так было, получается. Во втором чаще, ну, то есть, тут другая физика. И чаще по максимуму база добывается, кончается, переводится на следующую. Вот Лотов немножечко это изменил, что стало похоже больше на первую. В том плане, что, ну, стараются рабочих по чуть-чуть на разных базах расплетить, как бы. То есть, получается, одну, если выбили, там супер много рабочих хотя бы не потерял, как бы. То есть, и в итоге добывается сейчас и мейн, правда, уже кончается. И одновременно несколько, ну, пять баз, фактически, добывается удар. Вход такого вообще бы не увидел бы просто. Ну, то есть, там четыре базы, и всё за аргу там хватает. Он ставит остальные максимумы для газа. О, какие бейлинги! Хорошо, да, бейлинги зашли по дропам. Ультрал затанковал. Надо вот бы сейчас Дарку третий бы заказать армур. Новейшн пытается на мультитаске сейчас тащить. Смотрите, покопал бейнов тут Дарк, я смотрю. Около девяти часов. Да, есть наступление. Здесь много, очень много, да. Он предвидит, что инновейшн будет прорываться. Так, погодите. Только пройдет ли инновейшн по этим бейлингам? Судя по всему, не пройдет он по этим бейлингам. Ультрал платик смысла тоже нет, но ультралы успевают вернуться, в принципе, да, как бы. Старт переход в атаку. Частично. Да, два ультрала идут в атаку. Королевы сзади. Тут бейны, правда, тут очень важные линги в таком уровне. Лингов нет. Так, еще кто бейлингов? Минки захнули, да. Олег, кстати, много энергии. Сейчас трансфюзы пойдут. Да, пойдут трансфюзики, но нужно подождать. И мощная, очень мощная атака. Вот еще ультралы сбоку подходят с 9 часов. Римиты, кстати, практически ровно, практически. Так, очень жестко, аминки бьют. Бейлинги вкопались. Трансфюзить надо ультрал. Трансфюзит. Ох, сейчас бейлинги, бейлинги, бейлинги. Хороший взрыв. Бейлингов еще ими кост туда кинуть успел. Так, ну здесь инновейшн 9 часов, правда, выбил, но тут 10 мариков остается, как бы, это уже не очень сильно. Так, здесь есть инфестр, кстати, с энергией. Какой напряг еще. И инновейшн самое интересное. Боевой-то больше до сих пор. Он продолжает что-то делать. Где его боевой? А вот он в мариков, но с микозом дарк рубит просто. Там медивак много еще. На аминке инновейшн выманивает дарк. Блин, минус 2 ультрала, это плохо, конечно. Но один тут порубил еще мариков, но его тоже уничтожили. Но другой разрубил всех рабочих на третьей базе. Но дарк не видит, судя по всему, 3 часа. Да, он вообще не знает о 3 часах. И там халявная CS-щика-то таскает. А ведь его лимит у инновейшн на 20-очку больше почти. Сейчас дарк ультралк, конечно, подуменьшил этот боевой. Но у дарка хороший экономический потенциал получается. Так, здесь в дропе марики отдались. Нет, ну здесь инфесторы, вайперы. Здесь самый технологичный такой микс наземной зерга получается. И навряд ли чистыми мариками инновейшн. А, у него очень много лимит. Йо, представляете, сколько у него медиваков. Их 18 штук инновейшн. Куда те, и вообще они... Тут больше, чем мариков медиваков у этого инновейшн. Да. Накопил. Знаешь, марики лечатся... Марики лечатся все из-за этого. Просто все как бы одновременно. То есть инновейшн толко стимпачит, они сразу зелененькие становятся все. Блин. Сейчас милки перезарядят. Блин. Сейчас милки перезарядят. 50 на 80. Лол, что творится-то? Инновейшн сейчас еще втащит эту игру, по-моему. Жень. Падает база. Новейшая... Ну-ка, не, не новейшая, но важная очень база для дарка. И в итоге вайперы, а зачем... А, вот зеленку, кстати, в медиваке-то кинуть, кстати, как вариант бы дарку, да? Нужно было бы сейчас трансфернуть ультралов. Где, где же, где же эти вайперы? Нужно принимать бой. Сейчас дарку грамотно, чтобы медиваков... Именно зеленочкой залить. Тогда без медивак, конечно, этот микс ослабится очень сильно. У инновейшн... Так, все, пошла зеленка медиваки. Инновейшн не сплитит их. Минки жахнули. Но ультрал всего один. Дарка становится сразу же больше. Все, там сколько медивак? Четыре штучки осталось. Но марики ломятся вперед и... Блин, ну 3-3 не сделал. Еще по грейдам сейчас проседает. Дарк получается, то есть как бы... Так, ультрал рубит, но он все, не срубит. Инновейшн 2-0. Офигеть. Как это вообще? Ну это да. Это да. Это инновейшн, это царь. Как втащил вообще непонятно. Ну из таких струнных моментов получается то, что грейд на броню не было ударка. И то, что вот этот спанк на 3-х часах как раз таки работал вообще. Ну да. Ну грейд на броню, да. То есть плюс 1 броня, марики б менее эффективно атаковали. Сложно прямо сказать, как бы насколько бы это перевернуло бы зарешало. Вот. Ну вот эти медилаги, да, они ничем не контрились. То есть как бы если бы было бы статистика в Старкрафте, например, там вот всю можно было бы вытянуть откуда-нибудь. Там вылечено количество хп, например. Это было бы интересно посмотреть, потому что там, ну, очень серьезно было. Причем видишь, смотри, сейчас Дарк даже думает, что он еще играет более-менее на раунах. То есть он опять же про третью базу-то не знает. Ну да, а да, погоди, он вообще не видел 3 часа, то есть там уже кончились ресурсы, там полностью выкачанная база. А да. Ну поэтому Дарк в игре, как бы он думает, что там сейчас может быть база перелетела только на четвертую, то есть есть еще шансы какие-то. Ну да. А так там уже, конечно, сейчас у Дарка все очень печально. Потому что там были такие моменты, когда вот он как раз-таки забегание делал, то есть он мог бы забежать на третью базу, и тогда бы уновешен там вообще экономики бы не было. Ну да, то есть орбиталка, орбиталка, незамеченная просто новейшая база, это, конечно же, косяк Дарка. То есть он буквально 8 лингов там могли перевернуть просто это все дело. Но их не было, как бы и не видел этого Дарка ничего. Здесь везде минки в итоге, короче, тут Дарк лоит рабами куда бы, куда бы, где бы откусить минералы. И сейчас на минку, как они могут заехать, то смотри, прикольно. Ай-яй-яй-яй, минка-минка. Но нет, да минка не достает. Ай-яй-яй-яй-яй! Если бы достало, было бы красиво. Слишком много марика. Так, идут марики вперед. Рабы пытаются биться, но нет, слишком эти наркоманы сильны. И ультрал даже с транс-юзами не зарешает. Хорошая новейшн. Хорошая игра. Не знаю, получается. Жесткая. Напряженная. Очень напряженная. Ну и Innovation в следующую в плей-офф, ой, не в плей-офф, венера проходит в следующую стадию. Как же там Zest у нас с статцем, интересно. Побились. В хаш уже. Джима нагнул там свой же венера. Но это ожидаемо. Вполне учитываю, что Джим последнее место в своей группе. Просто, видимо, киллажур тоже отказался. Здарова, Акирыч. Ребят, всем привет. Так, Stats Zest. У меня есть в друзьях Stats. В игре 8 минут он своей. Так, так. Ну, больше никто не стримит наверняка сейчас Stats. Ну, в общем, ждем. Человек спросим. Кто что отпишет? Ян и подчеркивание Сачк активировал премиум на ваш канал. Да. А основные стримеры предложим к другим. КОНЕЦ! ПОДПИСИЛЯ! 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 Продолжение следует... 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 Вот что-то черкают у нас здесь. Бьянчиком, бабаянчиком, ой, бьянчиком, сыновейшном, прошу прощения, конечно, мы ждем, ждем, сейчас будет жесткий бой. Ваня Ресерч Стейшн, первая карта, вторая Эхо, третья, чаще. Первая карта удобна для того, чтобы, ну вообще вот все карты, они так для Build Order и Innovation довольно-таки хороши, но вот на чаще вроде бы статс очень неплохо Innovation законтурил, когда пришел быстрый призмой, сталкерами, и тому Innovation сразу все посыпалось. Но если вот Innovation дать сделать свой пуш с двумя танками, там, с двумя либераторами, там, с двумя-тремя меди-ваками, то просто могут быть большие проблемы, потому что пуш на данный момент очень мощный, тем более сейчас танки бафнуты. Да, так, че не понимаю, происходит-то. Поехали. Первая карта. Первая карта. И Innovation против Зеста. У Зеста, кстати, как будто аватарка стоит этого статса. Да? Или... Серег, это же статс, да? Да. Ну, кто-то да, по-моему, да. У Зеста статс. Хе-хе. Прикольно. Инновейшн, скорее всего, будет играть через Supply Gas в Рипера, через Рипера в Expand, потом двойной дроп минок, точнее, просто дроп минок двух, а вот потом как раз-таки пуш. То, что он сейчас... Хотя, конечно, может быть, здесь подстройка под Зеста будет какая-то. Но, с другой стороны, против Зеста этот билд будет работать вполне неплохо, потому что здесь не любят Stargate играть. Хотя нет, смотрите, Инновейшн меняет билд, нет. Я был не прав, здесь уже идёт немного другое. Не будет быстрого газа. Тут идёт стандартный барак, стандартный газ. От Зеста идёт два газа. Ого-го. Тут агрессия с одной базы будет. А Инновейшн, похоже, будет играть в стандартного Рипера. Вот, и, соответственно, ну, скорее всего, тоже будет играть в Expand. Всё-таки, хотя сказать тоже, но Зест всё-таки играть не в Expand. Но Зест уже шесть робов собирает газ. И он ставит прокси прямо под носом. Это может быть робо? Да, похоже на то. Причём, а, Инновейшн без разведки. Это, получается, здесь знает, что так происходит. Да, да. То есть, вообще Инновейшн, кстати, постоянно играет без разведки. То есть, играет через Рипера. Ну, а что есть? Старгейт или робо? Похоже, Старгейт. Ну, да, но вряд ли робо всё-таки на такой стадии. И второй барак идёт. Ой, Инновейшн, то есть Инновейшн больше играет. Это похоже на билд ТВЗ, когда двойной дров Марика со стейпаком. Вот. А тут такой Рипер ранний Старгейт. Ой, ой, ой. Посмотрим. Шест Рипера летит прямо через Варприз. О, через Малышевкор. Малышевкор прилетает. Адепт вынужден вернуться. Малышевкор летит дальше. Но Рипер сейчас увидит, что нет локации. Поэтому сразу Натураль будет заказан на рампе, течение бункер. Да. Да, но Мазеркор, получается, успеет подлететь здесь, как бы и... Да и пилон стоит, и до реактора достает, и до обеих депошек, в принципе. Да. И, кстати, решил что-то бункер не заказывать. Потому что у него вроде он устроился. Или, точнее, собирался заказать. Он решил, и Навайшн, что уже не успевает. Или почему, интересно, да. Да, да. Видимо, да. То есть... И сейчас, конечно, здесь с Мариками. Ну, посмотрим, как размикрит Навайшн, как размикрит тесто. Да, достает до реактора. Так, вот реактор адептик наверх попер. Вычинит, судя по всему, хочет очень сильно. Угу. Ох, адептик заходит прямо в морпеха. Ну там есть туретка. Зачем оракул-то в туретку полетел? Видел уже, что там туретка есть. Помог бы лучше пошатать эту... реактора. Так, я не знаю. Так, кстати, после одного оракула здесь вообще ничего не строить. Самое интересное. Обычно как бы стараются пару, может добавить там. Ну, Навайшн сейчас довольно-таки хорошая ситуация. То есть так-то он отбился от Чеза. Рабочих, конечно, не так много у него, но орбиталка уже сделана. И второй соплайвы чинивает. Ну да. Прям на ранже просто оверчажа, получается, находится. Ну, вообще грамотно крестераны отбиваются. Так, сейчас уже смотрю. Дест пытается в два Нексуса сейчас прямо выйти одновременно. У него нету роба, получается. У него один гейт всего, как бы. То есть оракула здесь вообще давать ни в коем случае нельзя. Тут еще несколько мариков за пилон забрал у нас Зест с оверчажем. В принципе, если инновейшн, ну, не отменит, Зест его какого-то дем уже не нанесет. У него все нормально будет. То есть с тремя-то Нексусами. Угу. Да. И сейчас получается пока... А, найдет сейчас. Или не найдет? Не найдет, похоже, инновейшн сейчас Старгейт. Да. То есть пилон будет жить по-любому. Так-то он в детстве уже, я смотрю. Особо и не нужен этот Старгейт. Просто сейчас тогда, если не видит Старгейт, он не знает, строится ли Феникс или нет. То есть... Ну, потому что если строится Феникс, то пехота надо с медиваками идти желательно по земле и пешком. А если не строится, то можно лететь. Вот это такой микро-момент. Хотя, конечно, сейчас увидит. Скорее всего. А, нет, не увидит третий Нексус. Оракл. Убил. Ну вот. Ну, посмотрим. Да. И у Зеста Овс уже. Я не знаю. На этой карте... Да, пошел в Робо Бэй. Я только подумал, блин, почему бы не колоссов не сделать, да, чтобы лоб отбиваться сейчас. О, Зесту. Ну, блин, на этой карте, значит, надо какую-то стационарную оборону пилить на острове на этом. Там желательно побольше, как бы. Да, да. Потому что разводу дропом. Здесь еще Либераторы хорошо могут залетать вообще. И дропы тоже хорошо пролетать могут за спиной. То есть за мейн, а вообще просто там внизу, если посмотреть, там ничего не достанет. Вот полетел опять двумя дропами. Сейчас, точнее, по той же самой дороге, где практически шел Марик, ну там почти. Ну вот. Такая атака сейчас от инновейшна. Готов ли к ней будет? Здесь, потому что здесь прилетает сейчас Апсума, видишь, что есть небольшая армия такого тирана, нет медиваков. И, соответственно, заподозрит что-то. Но вот где, в каком направлении, пока непонятно. Да, думают, на острове, на острове. Да, в кармане. Там он как раз и слева. Так, ну пошел, почему-то все равно... А, видит, что на остров ничего не летит сейчас, и пошел всеми сюда. Да, инновейшн сейчас придет. Фотонаверчаж. Ох, не успевает здесь влечить Фотонаверчаж. Еще-то долго очень додумал здесь, чтобы... Прежде чем выставить Верчаж, в итоге его не успел выставить. И что, это потеря Нексуса так на ровном месте. Ударом, да. Плохо, Гвардианы и Филды неплохие. Ты от Нексуса отогнал немножко инновейшн, а здесь. Ну, вперед не лезет и правильно делает. Так-то Старгейт прям под СЦХ. И Нексуса его не трогает. Он хочет именно прессовать. Он видит, что минка здесь у него есть. Да, если подтянется сюда прирост, может быть опасно очень. Так, Калос первый вышел. Нексуса изграет на атаку, Узиаста изграет на броню. Ставится ловушка хорошая, интересная. На пилонах не хватает здесь. Если сейчас как-то здесь криво выйдет, что эта минка жахнет в центре, ему может убить, так вообще бы... Опа, стазисная ловушечка неплохо сработала здесь. Калос отдался в итоге. Ну, там новый выйдет в ближайшее время. В принципе, сталкеры появляются. Ой, на минку идет! Хорошо. Хорошо, минка жахнула. Инновейшн реально больше лимита. Адепты демаджены все очень-очень. Сейчас еще марики с минками здесь разморозятся. Не успевают здесь ни одной минке убить. Это ГГ, по-моему, нет? Очень близко. 100 на 80 по лимиту. Вообще, Инновейшн разносит просто детство. Мазерфур упал. Колосс сейчас уже упадет. Мародеры жестят. Сталкеры не могут справиться. Вообще разорвал просто. И потери в конце. 4 500 на 1850. Хотя юнитов одинаково. Да, сильно. Ну, там Инновейшн понял, что у Зеста нет вижена просто на эту минку и пошел вперед. То есть все-таки вот развесила псов Зест именно против дропа на натурал. Точнее, вот она в карман. И поэтому... Хотя армию, конечно, держал недалеко от своего третьей базы, но все-таки оказалось это недостаточно. То есть, ну там еще и первый пилон у него упал. То есть, получается, Инновейшн был под ударом, а ни один из пилонов потом не достреливал до армии. То есть, он очень хорошую позицию занял. Ну и вообще, конечно, Инновейшн грамотно отбивался от этих... от Оракла, от Photon Overcharge. А, вот мне говорит Desmond 1, 2, 3, что Инновейшн изменил сегодня Билл Дордор и уже не делал дропминок. Окей, окей. Ну, значит, поменял, значит, поменял. Сейчас посмотрим, сыграет ли он то же самое, вот Инновейшн. Этот же самый Билл Дордор через дропмариков или все-таки вернется в дропминок. Но здесь больше дело акцент именно против дропминок, потому что там меньше бараков, там меньше пехоты. И там попозже идет рипер, позже идет разведка, позже реактор. Соответственно, тяжело отбиваться. Именно по пехоту, количества пехоты не хватает. А тут получилось так, что вот Инновейшн и пехота, и грамотно турецко было поставлено. И вообще там и Оракл ничего не нахарасил. Пролетел, сразу плюхну получал. Ну, Оракл вообще странно залетел. Можно было на реакторе КСМ окна убивать. Здесь полетел Мариков зачем-то. Ну, то есть... Не, ну, Мариков убить хорошо, что если ты будешь продолжать Оракла устроить, так сказать, но... Ну, он адептом поздно увидел, что там турецко есть. То есть, иллюзия это сейчас не видит. Вот, что он прикол, не успел среагировать. Вот. И ворвался туда. А если бы на реакторе начал КСМ окна убивать, значит, это больше деможа нанес. Причем, возможно, бы он и пару КСМ окна подрезал, и скорость вычинки поменьшилась, и реактор бы смог завалить бы оверчажем бы. Да. Да. Очень раннее разведка от детства. Ну, похоже, как и статс. Видимо, и на вашем все-таки чизит как-то прокси. Ладно. Посмотрим. Здесь играет Зест уже более стандартно в экспант. Да. Я решил не делать больше никаких прокси. А вот и навыщница, которая сыграла как раз-таки через быстрый газ в барак, и, соответственно, будет факторка. То есть, и, скорее всего, будет дропминок. Да. Получается, что так, Дест увидел СС и уходит. Скорее всего, от Зеста пойдет робот и лайт, то есть более стандартное развитие. Ну, да. Достраивается. Так, Мазеркор первым. Адептик, Диадептик. Адептика пока нету. А, ВАР решил я с первым закатить. Интересно. Адепто 25 газа, но против Рибера, конечно, лучше пораньше заказать. Но с другой стороны Мазеркор, он как бы отгонит по-любому Рибера. Да, здесь нормально сейчас. Не знаю, уже какой раз смотрел, сейчас Рибер летел прямо на пилон. Если отводить Мазеркор, наоборот, вглубь базы, мне кажется, можно так Рибера подлавливать. Вот, но предпочитают не рисковать как бы, потому что если вдруг Рибер как-то залетит и ты его не подловишь с другой стороны, то он может нормально наубивать там в руках хорошего игрока. О, обоих игроков пока нет, все более-менее предсказуемо здесь. Ох, Адепт, 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 Рибера. Ох, чуть-чуть. Ушел. Вообще там, да, секунда, двое секунду. Мог бы стрельнуть успеть, да, мне кажется. Так, Адептик мимо летит, но он сейчас без визы, да, мог бы догнать. Да, уже не догнать. Ну, странно, мне показалось, что здесь как-то, ну, то есть надо про Адептам как контролировать. То есть им где-то нужно секундочку пройти на муви, вот. И тогда стрелять, получается, у него 1.61, ну, не секунду, а полторы секунды. Вот, мне показалось, здесь чуть-чуть больше прошел, то есть он как бы... Ну, там доля, реально, там десятая доля секунд решает. То есть, может быть, как бы и был момент, когда теоретически я с Кабуну мог успеть выстрелить еще. Он решил сделать наверняка, и уже Рибер там на какие-то миллиметрики улетел из ранжа, все. Так, здесь Даркида. И летит призма прямо через Рипера, лол. Да, зест. Подставился здесь. Здесь с эти минка прилетает, что самое интересное. Две штучки, две минки. Ну, три пробки они выбивают. Пролетает innovation просто как на парад. Валил в Dark Shrine. Ну, все, инженерка есть. Сейчас туретки будут заказаны, как бы, и тут... Да, и Dark'ами уже тяжело будет что-то сделать. Тут, да. Есть только по билду Коу блинком делать. И с блинком харасить там, я не знаю. Пока реально вот в каких-то играх не видел, чтобы... Рейд 2 пришли и ничего не сделали. Не видел, блин, Dark'ам ни разу. Только вот Коу делал его. Ну, как бы, у него прикольно получалось. Он так стыдает. Он что-то не видел. Он что-то пока еще не любит, что ли, я не знаю. Так. Ну, не знают, куда применить. То есть, как бы, с зергами архончики получаются. Там, да так, Dark'и... В будущем, наверное, найдут, куда применять, в принципе. Понятно, что такой Грейд, это не Грейд, как Блинк Сталкеров, который, ну, там, дефолт, ну, применяемый будет. Все-таки Dark'и юнит необычный такой, да, как бы. Угу. То есть, ну, иногда, иногда, почему бы и нет. Так. Ну, так, Мариков подрубил здесь несколько штук. Уже здесь Dark'и еще. И попытка выйти в третий некуда. Ну, вот, будет очень мощный пушный на вэшных. Как раз из плюс-один, со стимпаком, со щитами, с либераторами. Еще и минки, то есть... Вообще... Тяжело будет, очень сложно тяжело. В детстве, хоть он сейчас, конечно, и делает Блинк Сталкеров, там, сейчас намазь, постарается, вправе намазь. Но, позиция, здесь просто такая карта, что... Получается, Протасу надо в двух местах защищаться. И третью базу, и проход между второй и третьей. А вот либераторы, если они занимают позицию между этими двумя базами, то просто Тиран вырешает. Где нет базы, где нет армии, можно туда напасть. Можно напасть, если армии не хватает Протасу. Навалиться, как бы пробивать. Вот. Это да. А сейчас, вообще-то, только пока медиваки, нет либераторов у инновейшн. Это меня удивляет, на самом деле. Ну, здесь-то почти блин готов. Аржи нет, у инновейшна есть плюс один. Ну, как-то у здесь-то, там, пять гитлов на одном пилоне стоят, еще два на одном, так это опасно как-то. Опасно мало пилонов у него на мейне, как бы. Ну, тут дропов вроде как не намечается пока. Вот, дарки, сканы, вот то, о чем я говорил. Вот где блинг может пригождаться даркам. Да, да. Таких вот, именно в таких моментах, реально. Причем, сколько он там, 100-100 или 150-150 сейчас стоил? Я даже не знаю, сколько он стоит сейчас. 100-100 вроде бы его делали, вроде подешевле. То есть, как бы, и делается он как блинг сталкером. То есть, по идее, здесь смог бы его заказать и уже был бы на этой стадии. Ну, пока вот, пока решили, что... Малышикор грамотно висит, прямо палит. Да, тут уже час, один, если бы полетел дальше, и нам еще был второй. И один медивак точно, вы поедете, ну, на пролете. Вот, кстати, такая прикольная тема. Знаешь, вот, почему нельзя даркам сделать кнопку, чтобы они не атаковали? То есть, вот, как гасту, как люркеру. Ну, ты знаешь, как такой невидимка бегающий, такой, контролирует. Не, а че, они же... Они же, как бы... А, типа, стоп просто. Ну, их на холд можно ставить. Не-не, я между, знаешь, чтобы... Вот, ты, например, видишь, что тиран идет, да? Ты не хочешь дарка палить. То есть, вот, знаешь, хочешь контролировать его. И бежишь просто вот рядом с ним, да? Но это надо мув постоянно нажимать, это же запах. Да-да. Так бы, ход-кей нажать, и можно было бы бегать. Ну, прикольная такая тема. Ну, можно через мув повесить на тирана тирана. По идее, как бы, он же не будет отрывать. А, кстати, да. Да-да-да, кстати, да, и правда. Ну, это такая редкая ситуация. Ну, просто, просто получается, что это, ну... Только, я не знаю, какой тиран будет не замечать дарка, который рядом лежит. То есть, на таком туре он не сразу компрометит. Не, я имею в виду шляжь, может быть... Хотя, вообще-то, да. Ну, иногда, иногда, где-то там, если дополнить себя, просто если главная армия, обычно же стараются его, как бы, ну, видеть, где она. Ну, да-да. То есть, там, дарк прям рядом идет, а к серверу это видно, как бы, а дарк и хюзер не получается, как бы. Ух, какие филды от Деста неплохие сейчас идут. И неплохо все это чувствует из Дест. Ну, да. То есть, как бы, у него сталкеры, и много юнитов. Другой вопрос, что, да, и дарк есть, там... На третьей базе, на третьей базе мешает. А, на третьей. Да, это неприятно. Другой вопрос, что у Деста, как бы, форжа, в которой ничего не делается. У Инновейшна уже, между прочим, 1-1, и Армори делается второй из дженерки. То есть, если Дест как-то не опомнится, то сейчас 2-2 будет уже делаться, а у Деста 0-0 будет в итоге. Так, адепты, конечно же, не будут врываться никуда. Это сразу минус те адепты было бы, потому что... Одновременно, причем, и не ворваться-то с ними. Так, пробивает камни. Деста у нас нужно оставить, видимо, пару... Так, адепты опять на второй врываются. Либератор переразложился сейчас просто. Тимпатч с Инновейшн здесь понимать, что если и Блинкос, то уже поздно, как бы. Если Блинкос можно было бы, то раньше надо было заходить. Но это тоже... Он не знал, сколько био, то есть, если бы он блинканулся, и там... Было бы био больше, чем было у Инновейшн, то он бы развалился. Ну, если бы он знал, я думаю, может быть, даже блинканулся в том моменте, как все Либераторы перераскладывали. Ну, минус 12 КСМ. Так, чуть-чуть, небольшой Харас, но... Ну, да. Неплохо, неплохо. Ну, и четвертый Нексус, то есть, здесь второго Роба, Робобэй. Колоссы, очевидно, будут, и... Ну, как бы, обычно просто сейчас и колоссов, и дестабилизаторов парочку у миг сделаю, да? Как бы, СТ рук хватает. Угу. Ризма на третью высаживает адептов. Да, минус 2 КСМ, я улетел, ничего не потерял. Я правда не понял, почему я не захотел здесь сразу на Мейн высадиться, зачем на третью, когда теряется армия. Ну, непонятно, да. Так, привет. О, высадка призма, 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 призма! Провала от детства. Ну, это нелепо, конечно, было, да. Ошибка ужасная. Ну, как ужасная. Минус 10 лимита, неприятная ошибка. То есть, призма... Прикол в чем? Может, на этой стадии 10 лимита, там, 4 адепта и призма, это... И, как бы, по ресурсам не критично, там, и по лимиту, но... То есть, тиран, допустим, мог бы... Ну, не в этой ситуации, а какой-то другой. Просто сложиться и сразу вперед пойти, зная, что никакого харассо нет. Вот сейчас инновейшн как бы не сразу, но он начинает двигаться, понимая, что врыва-то сейчас не будет уже никакого с призмой. И можно за это не беспокоиться. Можно попытаться расконтролить лоу. Так, эморку одного инновейшн поймал. Сразу же уничтожил. 2-2 делается, у Зеста первый армор. Короче, в итоге будет 0-1. Зеста на 2-2 инновейшн. Это катастрофа для Протса, что тут и говорить. Тем более, здесь уже и Либераторов 8 штук, и Био с такими грейдами. Инновейшн уверенно двигается вперед, как только он займет позицию. А, он вообще не знает про Никсуса. Да, он вообще не знает про Никсуса. Так, первые два колосса выходят, не поздно, да. Ну, сейчас по очереди, да, уже Либераторов надо вперед вести. Что и делает, собственно говоря, инновейшн. Зеста тыл будет заходить, судя по всему. Дарки начинают отрезать. Ох, колосс. Колоссы подставляются. Да, Либераторы все назад переразложились. Био надо отвести. Дарков инновейшн убил, 170-154. Зеста размен хочет пойти. Судя по всему, да, но там дома два колосса. Ну, сразу две базы потеряно, как бы. Обнаруживают инновейшн вот эту четвертую. Но ее пока убить не может. Ну, блин, на четвертой на одной не выживешь здесь. Угу. Да и здесь в атаке непонятно, что Зест сделает. Ну, здесь тогда, получается, нужно что-то сделать обязательно. Все, два-два, уинновейшн. Сейчас Либераторы разлетел. Да, да, прилетели Либераторы. Зест попадает в мешок такой. Ну, пытается он подрезать Либераторов несколько. Ну, пару подрезал, конечно, контроля Зест. Ничего не скажет. Но инновейшн приходит, минусует 12 часов. Похоже на два ноги. Угу. Дарк там на грани скана все срубил на халяву. То есть, мародер в скане стоял, а Дарк сзади в спину его ножичком там резал своим. И драйдарк. Да, ну, мне кажется, что больше всего, конечно, ну, понятно, что и тайминги и все дела, но вот эта ситуация по грейдам. То есть, юнит из эста... Если бы у него было хотя бы 2-2 на данный момент, да, как бы... Было бы, конечно, гораздо легче. Он, да, он бы в размене больше бы сделал, и дома бы, как бы, ему попроще все-таки было подбиваться. А в итоге у иновычно даже без Либераторов одно било просто громит вообще в мясо. Вот он заходит, он даже, ну, просто на оклике бьется, как бы, а он все равно все разваливает. И раскладывает Либераторов. Колоссы жарят, мародерам пофит, они там в куче стоят. Только сейчас со второго-третьего залпа там пару убил. Либераторы уже по воздуху атакуют просто. ГГ-1-2-0, да. Инновэйшн. Ну, инновэйшн прошлый. Лайфинг выиграл, что-то. 1400 баксов, и на этом ему не помешает. Си-Жи Хиро против Хаша, как бы, у нас бьется, получается. Стасдарк 1-1, говорили, что там 2-0, было близко к 2-0 в пользу стация. Пишет, Ту-78 расследил, как толпа ларков ТП-6 в армию тирана и отрезает все без потерь. Это прямо какой-то страшный сон, наверное, ты ворочался ночью. Замусто я хозе. А так все, Хиро победил. Получается. Значит, мы смотрим финал венеров. Спасибо. Спасибо. Да, все, Хиро уже хорошо зашатал, отлично. Да, то есть вообще, без перерыв. Мы хорошо сидим в этой группе. Сиджи Хиро против Onovation, ну что я вам хочу сказать. Очень хочу я этот матч увидеть, почему-то, потому что Хиро Зест, это Зест в какие-то моменты, как бы, в какие-то моменты Зест гораздо сильнее, чем Хиро играл. Вот, но Зест он именно такой макро сильный игрок, жесткий. Да, он может исчезануть, он все может. Вот, но Хиро, он всегда был такой супер чизер. И макро мог отыграть, он вообще все может отыграть. И пуш, короче, и все что угодно он может, в общем-то, сыграть. И контроль у него просто, ну, очень-очень виртуозный такой. И с Зергами он недавно вот играл, как бы, он показывал реально прикольную тему. Вот, и в арматку выходил там с карерами, и там дестабилизаторами, он обманывает очень, как бы, хорошо. То есть он чем-то инновейшен, а похож с какой-то стороны. Ну, посмотрим, что там будет. Ты думаешь, у кого больше шансов на победу инновейшен или у Хиро? Тяжело сказать, тяжело сказать. Ну, я думаю, что такой легкой прогулки, как в Зеста, мой инновейшен стопудово не будет. Ну, как-то да, что-то даже удивительно, кстати. Если Хиро будет, как бы, играть, там, кинуть блинг в уши, там, что-нибудь такое, я думаю, что он может и пробрить Зеста. О, этого инновейшена, конечно, Хиро, если будет играть, я не верю. Ребят, кстати, на кип-бетике, помните, ставочки есть. Только с регей там, правда, заходить туда можно сейчас. То есть с приложениями для браузера заблочено все, короче, везде. Вот, помните про это. Ну, и, кстати, инновейшен 1.81, Хиро 1.90. То есть, как бы, инновейшен фаворит типа у нас получается. Вот. Ну, ХЗ, ХЗ привлекательно на Хиро напилить, как бы я, у меня там ЦМ-ки есть, циферки, очки, как бы, по приколу на Хиро напилим, блин. А то, кстати, прошлое же, получается, Лайфернг в групповой стадии инновейшен проиграл Хиро 2-0. Зато потом в финале Венеров выиграл 2-0. В плей-оффе. Да, так и есть. Интересно посмотреть турниры, где одновременно участвуют инновейшен и пьян. Кто у них там, как зажигает. Ну, что-то они либо один начатся, либо другой. Так, это да. Мэрид Мэн. Почему бы Ян не прошел со стадой? Будешь, чтобы Ян уехал на ВЦА. Ну, его заменил Джим почему-то, даже Никел Ажур, Яхозе. Почему, короче, это произошло? Так, это бы не огромное. Продолжение следует... Продолжение следует... Подъехал эксперт в чатике. Здесь-то он более игрок, нацеленный на, так скажем, правильное принятие решения, а не как Хира, который больше нацелен на мультитаз, микро и более гибкую игру. Конечно, как бы, ну, в чатике всегда эксперты самые жесткие, но есть один момент такой. Без правильных принятий решений ты хоть можешь обкакаться, как бы, и мультитаск делать везде, но ты проиграешь, как бы, и контроль, там, все что угодно. Принятие решений, это у каждого крутого игрока правильно, это один из основных вообще пунктов. То есть, ты можешь переконтролить, мультитаскан еще что-то сделать, но не понимать, что нужно тут ударить в этот момент или перейти в как-то там в макро наоборот. Вот. И ты будешь проигрывать. У Хира спринять. Ну, ловиться в нем. Ну, да, как раз-таки вот у Хира, в чем его прикол, с его великолепнейшим контролем, просто виртуозным, там, мультитаском, сочетается правильность принятия решений его. То есть, он именно не действует стандартно, то есть, вот тут так, тут так. Он знает, что здесь я расконтролю, то есть, он на свой контроль рассчитывает, который мало у кого есть, допустим. И там я расконтролю, и поэтому у него есть билды, которые, ну, то есть, как бы они ни у кого не увидишь, кроме как у него, потому что ни у кого такого, ну, не то, что ни у кого, но мало у кого такого исполнения есть. Белажу тоже нам из Адарк Дэнни, говорит, спасибо тебе за информацию. Инновейшн, как в последней игре, с известным играть через быстрый газ в Рипера, а от Хира уйдет два газа. Два газа. Ну, здесь вообще можно и Старгейт с Мэйна играть неплохо. Ну, может быть, кто-то прокси, не, ну, прокси, если было бы там, бы уже, скорее всего, поехала пробка. Но пока пробка никакая не едет. Причем как-то двое раба, всего в сумме три раба. Бывает газ у Хира. Какой-то такой необычный билд. То есть, это технология, но с выходом в экспан. То есть, он по максимуму прокачивает свою экономику, но и тихоньку добавляет газ, газ, газ. То есть, он, видимо, поставит просто Старгейт, или сделает такой сразу вару Маушев Кор, Адепта, и потом поставит экспан, потом сразу какой-то Старгейт. Да, судя по всему. Ну, кстати, тоже расчет на то, что Инавышин играет без разведки получается. Сейчас, наверное, Старгейт. Погодите, даже Старгейтаня. То есть, просто через Адепта с двумя газами Хира начинает. То есть, это нечто похожее на то, как Тиран играет газ-барак, типа, и потом все равно Риппер и все равно ЦЦ-щика, и переход в раннюю фахту, что-то типа такого. То есть, как бы Хира, получается, имеет юнитов и достаточно ранее Ницуса, и возможность выйти, вот сейчас вот Старгейт, напилить или там какие-то... О, сколько запалил. Да, в робочеку подпалил, Рипперок, ну... Ушел Риппер Адепт. Риппер улетел, Инновейшн решил, что Хира будет дефицит, как бы. Ну, Хира не стал дефицит, у Хира сталкер. А, это просто получается под кушс. Так, и Твайлайт пошел, сразу же видит, короче, тут все это Инновейшн прекрасно. Сталкер должен появиться сейчас. Ну, Хира все, одну пробку потерял. Ну, конечно, пробка получается, довольно-таки поздно, Хира приезжает, то есть, здесь уже прилетает на ваших порт. А пробка только сейчас ставит пилон. Ну, это опасно, сейчас Минка еще может закопаться. Ой, Минка копается, Хира, невнимательно, это минус Мазеркор. О, как же везет 5 хп минус Мазеркор. Нет, не везет все-таки. Отменяет все Хира, провал, короче, все операции здесь. Ха-ха-ха, не зашло. Ну, все, план Б. Сталкер с Блинком, Роба, уходим в оборону, готовимся к дропу Минок. Сейчас Минка-то могут зажечь, потому что, получается, экспант будет защищать с помощью юнитов Хира, а на Мэйне у нее будет только Мазеркор с одним фотонаверчарджем. И вот, тоже там, как от реакции на Вэйш, она будет зависеть. То есть, улетит ли он от этого пилона, на котором фотонаверчардж, тогда спокойно закопаются две Минки. Проблема, в общем, к Хиру сейчас. Залетает дроп на Мэйн. Закапывается Минка. Одна пробочка погибла. Ой, я сейчас Минкерал еще. Еще вторая Минка. Ну, Хира, конечно, будет, а все же, скоро очень. Четоны пробок. Успел сплетануть, молодец. Где опс? А, опс на Мэйне. Все правильно. Здесь Минка раньше выстрелила быстрее за КДшица и сразу на вторую базу полетел. Опс. 35-37. Ну, вообще, рабов меньше, чем у Тирана. Как бы, начало такое, что ничего не получилось у Хира. Но, я верю, что Хира с его контролем может что-то тут блинком попытаться сделать на призму, например, там, ну, какой-то инновационный дэмэдж понаносить, что, может быть, у него будет шанс. Потому что вот сейчас получается, что если у Хира блинком ничего не получится, он будет отставать прям, ну, дико жестко. У инновационный 3 барака, то есть он просто в лоб, ему нечем будет драться. Если инновационный по 2 мародера будет строить, он по 2 и строит, как бы, получается. Да, тяжело, тяжело для Протаса. Так, Адед пришел. Нужно ли показывать сталкеров, думаю, что не стоит. Адед, там, не минус. Ну, пусть проверяет иллюзии, все, Хира. Зачем-то телепортнутся, зачем телепортнутся, чтобы отвлечь внимание от сталкеров, которые будут бункер зашатывать, пытаться. И что-то и на высшем, нет, он подвел рабочих, но они не ищинили. Скан, а ты на высшем минус опции, все тут, как бы, что это? А, вот, 3 адепта на майнинг. Угу, продолжает разводить. Минку подрезал Хира. Чуть-чуть какие-то мувы от на высшем мимо летят, но это мисклик, понятно. Я что-то не понял, это... Это манер мувы? Нет, это, как-то он, видимо, случайно с бинды как-нибудь, наверное, спутал, я не знаю, как это объяснить еще. Он же направил его сразу на минералы. Ну да, да, да. Ладно. Пока Хира держит напряжение инновейшн, то есть заставляет поставить тюретки, распить армию. Если это и был бы манер мул, то не манер мул, это полуманер мул, потому что вроде как, типа, на тебе на призму мула, но я добывать поведу все равно его, чтобы на всякий случай, то вдруг там еще вытащишь как-нибудь. Подрезает аддоминный кустал керами, адепты возвращаются с призмой вместе. Да, прям рядом с био-инновейшн, но тут Хира контролит, пару мариков подрезает, но в плане контроля Хира не откажет, что тут на... Ой, на медленный пилон варп пошел, пытается инновейшн призму сбить, чудом ушла сейчас, как бы, ну... Видит имморталы, видит инновейшн здесь все-все-все. И медленный варп Хира тоже заметил. Гвардиян Хира урубил. Да, минку убил, молодец. я думал, сейчас у медивак будет демажный кокус. Но минка, да, в такой ситуации более как-то... приоритетный юнит получается. На призму варп пошел, но Хира держится, это самое главное, но сейчас Гвардияна не будет уже, в следующем замесе получается, как бы, глефы есть, но как-то тут Хира странно дерется. Имморталами бы до мародеров подобраться бы не мешало бы. Ну, хороший контроль на призму Хира здесь. В руках такого игрока с таким контролем, армия с призмой, армия без призма, это совершенно разные вещи. То есть, получается, каких-нибудь имморталов, тирану уже, например, в разы тяжелее покуснуть. Так, как будто бы у имморталов у раненых юнитов есть блин. Да-да-да, то есть, это вообще жесткая тема. Так, сканит инновейш, здесь абса сбрил, Хира пытается перехватить дропчики, видит дропчики, но сталкеров мало так, что он просто, ну, не может успеть ничего сделать с этими дропчиками. Дропывается инновейшн, ну, были пять сталкеров, Хира мог бы прям один медивак, на мой бы реально сбить там, но сталкеров пяти там не было. В это время дроп на Мэйн. Дроп на Мэйн. Дроп на Мэйн. дроп на Мэйн. Дойдет на Хиру тоже. Здесь Либератора, и, судя по всему, турецка призму сбила, да, походу? Да, да, вместе с Либератором. В общем, и на Мэйн расшатал Хира, Хира пошел отбивать Мэйна, здесь на второй базе юнит. Два адепта уже там ничего особо не изменит, они 0-0. Вот были бы хотя бы с плюс атак, и ты, может, что-то получил. Вот эти Хиру умудрился и там, и там отбиться при этом все, но Либератор как в тире просто расстрелял адептов с одной и с другой стороны. Так, здесь еще и на высшем все врывается. Гвардиан можно было бы врубить, но не врубил пока Хира. Ох, Минка, 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 Минка. Минка залп, повезло Сантре, что она не в рейнже была, сплэша, так бы и Сантряб упала с энергии с этой всей. Так, здесь опять врыв, и Новейшн еще Хира и Паржи напрягает. Блин, нафиг Хира уводит? Стретит-то все юнитов, я не понимаю. Уже какой раз прилетает Новейшн сюда, если шатать, и какой раз Хира уже уводит? Ох, Пеллон падает, то есть понятно, Новейшн внимательно, на мейне шат... Не, ну, зашатало Новейшн мясо, Хира 1-0. 1-0. Еще и Либераторы висят, сейчас ухо, по моему Хира. Справа. Жестко, жестко, конечно, но Хира отбивается, потихоньку, конечно, тяжело, очень тяжело. Бои вообще, в сумме лимит, конечно, 140 на 95, это... Думаю, наверное, страшный сон Протаса. Здесь на Натурал сажаются мародеры, но мародеры здесь не так размениваются, можно сказать. Ну, все, уже собирают основную армию Новейшн в кулак и пойдет сейчас в лоб пробивать, похоже. Дроп на мейне отвлекает. Даже 2-2 грейда не заказывает Новейшн, то есть он решил уже и прямо сейчас и здесь добить. Да. Ну, 159, 107 тут уже и... В чем технологии, как бы, ни колосса, ни стабилизатора, ни шторма такого, ничего нету, чтобы могло бы, вот именно. Угу. Да. О, сейчас минки... Да, ну, там, парабам. Хотя, что-то как-то близко, очень близко, хер отбивает. Ну, понятно, что тут уже конец, но... эту волну атаки он почти отбил. Ох, сейчас на минку, на минку подходит. Да. Все уже. Не складывается. ГГ, ГГ. 1-0. Ну, это вот первый, то есть, выход, получается, какой-то непонятный был у Хира, и не понял, почему он пробку так поздно повел. Ну, да, непонятно. То есть, моваршипкор на минке тоже, это вообще жесть. Не зашло. Dayfly, привет. Запись турнира. Да, забыл, что запись турнира. Спасибо. Спасибо. Димага пропал вообще. Ну, хотя, с другой стороны, мы сейчас смотрим. ТВП, ТВП. Ну, да. Сейчас, Дима сказал, но, видимо, дела какие-то. Серега, сейчас оставлю на тебе камеру. Три минуты. Отойду, держу. давай, хорошо, конечно. Так, немножечко подвисло загрузки, но все грузится, эхо, вторая карта у нас получается. Поехали. Innovation 1.0. Хира красный, снизу, в правом, нижнем, и на вашем синий, в левом, верхнем. Тиран, прудс, естественно. Депошка, она понятна, будет ли на вашем, какой-нибудь, газ первый играть, вот в чем вопрос. да, газ первый, это innovation, ребят. будет. Время, в persone, в три, в нем. в диземном, в кухе, вег預авлены, в кухе, и в ежем, в кофе, в кухе, Так, ну, Хира, опять, кстати, два каких-то газа ранних, получается, нечто похожее на предыдущую игру происходит. Правда, не спешит Хира по три рабочих на газ направить. Вот сейчас, конечно, 16 пробок на минералах стало, добавляет рабочих на газ. То есть это, естественно, будет заказ Нексуса, вот, не самого раннего, естественно, не Гейтгаз Нексус Кибернетчика с двумя газами. То есть, и, возможно, выход также в Мазеркор, Адепта Варп и попытка постановки пилона там около Инновейшена. Тут надо пробку уже вниз вести, я чуть не понимаю, что Хира делает сейчас. А вот Адепт заказан, Мазеркор заказан. Пробка только-только поехала, но и надо хитро очень ехать, иначе Риппер спалит. В чем Хира должен знать, что... А, он вообще не собирается никуда ехать. Все понятно, Хира в этот раз не собирается никуда ехать, никаких пилонов там у Инновейшена пилить он не собирается. Или опять такой с поздним пилоном получается, Хира собирается ворваться. Очень интересно. То есть, это такой же, только что мы с Пашей обсуждали тайминг этой пробки, получается. И, ну, реально, как-то она поздновато. Приходь сюда, и в этот раз тоже самое все равно происходит. Ну, прикольно. Хира уверенно идет вперед под прикрытием Адепта просто пробкой. Сейчас Адепт с пробкой разорвал. Расстояние просто очень большое тут получилось. Так, ну куда-то летишь-то, Хирыч. Так, здесь бункер будет готов. Пилон уже не успеет тут поставиться. И смысл, короче, в этом всем мероприятие. Я ФЗ какой по итогу получился? Никакого смысла. Мазеркор взлетает на Венди. Здесь мимка есть. Но в этот раз Мазеркор Хира не потеряет. Это важно. Не надо будет новый строить. Копить энергию. У него есть энергия, во-первых. Во-вторых, пока строится Мазеркор, он там около 30 секунд строится, по-моему. Не строятся пробки. То есть, ты просто двух пробок лишаешься продакшена за это время. Так, Адептум поймал Рипера, Хира. Ну, пора уж, да, его поймать было. Я здесь, среди теней. Ну, пора уж, да. Ну что, приходит хиро, ребят, на секундочку, отвлекся. Что-то какой-то жесткий пуш. Контроль на призму идет, ну как мы и говорили, это практически блинг, пуш уже получается. Ну как же вовремя чертова этот бункер построился. Ох, минка, минка, минка. Хорош. Хорош хиро, вообще, вот это просто хорош был, конечно. Так, на призму опять контроль, будет ли давар, в этот раз хиро уверенно так пришел, плюс три адепта, сталкеры стоят, поля реген, причем все демеджены сталкеры, все, то есть реген одновременно идет, это сверхэффективно получается. Призма на мейн врывается, здесь бомбок, минка. Неприятно, но одной недостаточно минки, чтобы зашатать адептов. И заходит на натурал, все, у меня большая проблема. И адепты сейчас еще к сталкеры присоединяются. И адепты к сталкеры, да, он присоединяется, просто жесть вообще. Хиро громит, ну вот в этом весь Хиро, вот его игра, реально, то есть он как бы пришел и просто переконтролил на ровном месте в мясо вообще. Оппонент с его еще и ушли адепты, то есть что потерял Хиро вообще? Ну он потерял, конечно, там два сталкера, но убил он больше намного. Да, почти в четыре раза больше потери, верно? Ну ладно, в три раза, в три раза больше. Офигеть. Рабов 47 на 27, я не знаю, что сейчас будет вообще предпринимать инновейшн, но ему надо улыбнуть как-то. И призма еще здесь рядом летает, он еще адептов высаживает. В общем зашел специально так адептами, вообще грамотно делать. Первый? По красоте. Зашел иллюзией назад и в призму сел, улетел, ну нормально получается все, да. 53.29 парабам, но я не знаю, если инновейшн и такую игру вытянет, это ну уже вообще какая-то дичь будет просто. Да, да, согласен, тут очень тяжело. Ну всякое, конечно, может быть сейчас, в ближайшее время атака. Ох, здесь какой-то дарки нет. А, дарки, дарки нет. Тут уже, я думаю, навыше ничего не вытянет, потому что сканов нет, дарки начинают выпиливать как бы и... То есть и дома с дарками? Да, дарки будут и дома, вот уже первого кира варпанул дарка, получается. Скан, ну не контролит в атаке нифига, вот там сейчас туретка достроится. Эти кира не так уж много, здесь лимит это боинавыч, но больше боевого реально, что самое интересное. Так, мимо таймварпа проходит инновейшн, просто минусы эморфу. Пробочки пытаются выйти, скан дарка минусует, пробки сейчас... Как больно пробкам, 20 рабочих минусов, просто... Офигеть вообще, офигеть, что творится вообще, да? Уже парабам, ситуация фактически равная, но дарк пилит мен еще правда до сих пор. И призма до сих пор живая, что самое главное. Да, тут еще, то есть, может быть, атака здесь сделана. Очень быстро, то есть, контратака крепует сразу кира. А дарк режет, дарк режет, скан сейчас появится, будет скорее всего, скан произведен. Но атака в лоб будет очень мощная. Да, еще мародера дарк умудрил убить. Кира заходит с призмой, есть и мортал даже сзади один, как бы... Сейчас еще плюс один доделается у Хиро, через секунду доделается плюс один. Белки выходят, сталкеры, блин, контроль. И мортал на призму тоже подконтроливает вроде как Хиро. Инновейшн фокусит именно... Вообще, как бы контролит он реально по скиллу, то есть он фокусит то, что дпсит. И двадцать восемь одиннадцать по боевому, но две цсэшки и пять рабочих у инновейшн, а у Хиро три нексуса. Успеет ли Хиро реально здесь отмаситься, как бы? Ох, призму натуральную туретку. И последним ударом призму подбревает. Вот здесь выходит злобный мародер и гонит всех отсюда. А если призму Хиро не потерял, он бы, ну реально, для него все гораздо лучше бы было. По мазеркору жахнула минка, погодите, а у Хиро что, нету газа? Почему он зелков варпит столько? Ага, он дарка одного варпанул сейчас, десять сканов. Вот пошел скан, еще один дарк и все, скана не будет получается сейчас пока что. У инновейшн, нужен срочно, да, Хиро. Вот он варпит дарка адепта. И скана нету пока, и семь секунд еще не будет скана. Девятнадцать пятьдесят девять. Блин, еще и чудом при этом Хиро выиграл каким-то здесь, то есть он реально мог проиграть здесь в легкую. Да. Один-один, ребята. Ну, все-таки финал ленеров это получается. Тут не может быть простых игр. Так, еще по лузерам. Кинзез-то 1-0 ведет. Дарк все-таки выиграл статс, а говорили статс 2-0 готов уже сделать. Нет. Хаш-дарк. Там еще зез-дарк, может быть, или киндарк в лузерах. Может быть, мы туда даже успеем. Скорее всего, я бы сказал, даже успеем, потому что счет вообще не обновлен там. Вот. Здесь у нас последняя игра получается. Пошел инвайт. Турнир Life End Cup. Еще, кстати, покидаю ссылку на ликвипедию. Рейн, привет. Ребят, всем привет. О, Дима, кстати, пришел. На контакте. Да, не знаю, чтобы. Мы, наверное, дима позже присоединиться, когда будут зерги. Ну да. Хм-хм, ну что у нас строить я решающая игра между hero innovation до так мы пока все стандартно здесь опять же на ваше делать быстрый газ быстрый барак соответственно будет скрыть и рипер фактам свои хиро дело второй газ предыдущий кекс эти хиро через два заговорит через один через два то же самое и пробка опять не успел он поставить здорово рон здорово всем пацаны кто недавно подошел вот лайфен как мы смотрим плей-офф матч венеров но это не значит скоро все кончится еще там лузера будут идти еще и финал будет а финал я напомню что финале новой фенге может быть два по три вот так что такое дело да может все затянуться еще надолго 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 до ночи я ну конечно вряд ли на ночи нет но я думаю максимум до 7 максимум а все где-то еще турниры есть другие или это я не смотрел пока что вот так не отчет ничего нет female там кайт starcraft лига сайс порциях разведка это командная по моему тоже лига улучшение завершено бустит адепта хиро но сейчас это пойдет в экспант не может быть опять же пробка поедет вместе с адептом вряд ли не эффективно то есть вот заранее отправлял пробку ехал окольными путями то бы мог поставить пилон ну и соответственно попытаться так где он реально я опять едет зачем-то фиг знает так эффективно ладно сейчас увидим увидим заходит рикерзи атакует уши заставляет срывать пробок с газа с минералов хорошо контролирует хиром будет раненых рабочих ну вот приезжает приезжает здесь адепт да вот абсолютно тоже самое и родила час еще и цсрочку не достроил и какой провоциц это конечно это вот это круто потому что теперь же попробую стройка кстати кстати знаешь чем предыдущие разы в чем сейчас отличие ведь хиро строил два раза сталкера подряд предыдущие разы а сейчас он адепту заказал вот видимо что припера побыстрее отогнать извините извините отвлекся мне как раз лайфенг еще отписал ну менеджер или главный там спонсор вот этих всех турниров и китайской команды я не знаю в общем сообщил что на следующей неделе сгл и сгл и лайфенкап будет пауза что в саим будет проходить как бы через неделя будет отдыха на этих турнирах но еще между прочим ведь сгл будет 12 по моему или какого-то числа пою желание там состав не такой же примерно как и здесь по стриме надо уточнить правый к плей-оп там по моему 12 так тут оракулы откуда эти от того рипера а он уже там три пропустил подрезать этот рипер он читер просто 4 и спалил все еще абсолютно не все что все что нажито не по сильным трудом у хера практически этот рипер сейчас наминусовал но но cc-ка была отменена эти цехи то нет получается позже город натурал залетает дропсминка хиру тох минус 1 минка спасает зато состава кинуть револейшн размин 50 на 50 то есть это минка летит такая ее видно там внутри а или на медивак на сам папа мне жаль вишн то но сироп его было бы видно даже не попал получается просто не было бы значка получается револейшн на медиваке так говорят кинзе по 20 просто минус ну сейчас и нифига с ним ох минка минус оракула то говорить молодец молодец кин хорошего завалил сильного быка третий екс ему уже самое время ставить то есть как бы преимущественно до 10 пробок есть преимущество твой лайк твой лайт роба позднюю был бы блин можно было бы быть мс подчеркивание донор активировал премиум на ваш канал но хотя будут феникса то есть получается что инновейшн по моему хочет какой-то на стиме станками выход сделать до чем что еще это может значить как моего вот этот вот билд и его здание вот эти все то есть он строит мариков и танки ира нужно будет обязательно все это встретить и получается противовоздушный юнит вместо блин сталкеров это феникса и плюс адепта с глефами плюс 5 гейтов то есть самое главное хиру успеть открыть эти гейты и начать варпить с них его не эксус третий вообще пока не окупился ни разу всем хиро горите не понимаю хиро понял что там выход идет он вообще не раскачивает что ли или как-то да не знаю сейчас но видимо он готовится до какой-то атаки вообще и на вышел любит такие 2 базовые пуши поэтому против него особо хотят не стоит тем более участия смотрим что у нас здесь по газу и на вышла то есть на вышли уже третий газ есть сейчас скорее всего будет заказано еще два либератора вы как раз кидать очень мощный пуш на вышли два либератора будут догонять пехота танки буду занимать позицию и вот тут-то как раз против этого надо как можно больше юнитов поменьше рабочих что нормально 8 гейтов к пьян и подчеркивание сачк активировал премиум на ваш канал намного больше лимита сейчас реально и у хиро адептики то без плюс 1 хиро в опасности сейчас очень большой находится у хиро сапплай блок как не блин даже как логу хиро при пуш просто иначе и на войска проходит вот когда и на войска разложится это будет право и рад у ирана муви вырывается это 2-0 и на войска ребят это 2121 простите да ну это победа короче и на войска дамы ничего кира не сделать будет хотя тут час может как-то вести потянет время ты удаться вертяжами плюс экономики преимущества нет есть кэша 8 гейтов но они вообще работают ли у него 8 гейтов пейсера крошат пилоном уже вовсюду этих танков чаще выставляется на 2 секунды там и либераторы прилетели ой-ой-ой блин у какой на очень жесткий а прямо вначале он вообще умудряется из любых платы тащить часу тут вы навычно реально у него были времена когда он вообще вообще за за мертвейшего роста игрока считал что он реально мертву устава сейчас вот у него бывают периоды он просто собирается как-то натренивается просто разваливает в хлам всех вообще причем реально всех может развалить да по красоте сети так не могу готов ворваться ну все как раз сейчас скин хаш дар хаш дар у нас счетом теперь можно выходить принципе из группы потому что миф активировал премиум на ваш канал какой никнейм дима говорит уже здесь у него никнейм мага а здорово дим ты пришел сюда да как проведем привет ребята а мы в конфесса звонина получается да да так сейчас я напишу то а лидеру шпион подключился такой неожиданно вообще я слышал что дарк уже в лузерах да кто его туда дроп ну innovation на лад на лады ли на стримах тоже частенько проигрывает что-то дарк так и не сделал изменения с этими с грейдами все 22 только делает и все это плохо в этом с этим в лузерах кин идет то может быть получится что дарк против кино будут играть а сейчас также против хаш уже играют серёк это может как-то посмотреть или еще пока только не на не понимаю не понимаю но у меня нет в друзьях но судя по что на канале не до видимо играют ну я конечно надеюсь что дарк победит чтобы посмотреть какие-то в за дарка ну ким конечно зеста убить 20 круто хорош хорош минус они активировал премиум на ваш канал так вечерич 4 рубля сегодня что-то спасибо всем 5 рублей 4 рубля прям заходит конечно как говорится рубль сотку бережут по аналогии с копейкой это точно так все ребята вы работали с эти вчерашние уже записи на ю тубе но пока не буду выкладывать короче выложу ближайшее время так кто он групп кто у нас группе вообще рифкин ваш инновешний кран хочу почему и лавкаста нету лог пока активировал премиум на ваш канал дима у тебя там как со стулом чем все нормально теперь лава богу уже надо на ремонтированном стуле уже все норм почти как новенький вот сижу и кайфую уже можно нормально стримить а то три часа сидел и уже без спинки тяжело сидеть сиделась ну без спинки это вообще да блин я не знаю да так что со спинкой сейчас уже вообще удобно и приятно сидится какой какой у нас сейчас матч кстати будет или еще пока что на сто процентов неизвест не знаю хач играет с дарком победитель скином короче ну надеюсь болеем за дарка там еще есть стопудово это финале уже в абсолютном финале извиняюсь что перебил innovation в финале лазеров ждет си джи хиро вот и кин еще есть получается дарк а он был один за клоев и то есть ему надо до конца биться короче и сварок привет насчет командных игр и не заработать будем сегодня командные игры катать кто-нибудь из вас хочет если там часто там может два часа покатать если мы можем как-то хочется а после лайфанга я думаю можно будет меня там сегодня снова какой-то клан вар вечерком вроде как а лига альфа си си лига у нас там четверть финал уже поев сидела и фигасе хочу запыта же за ригам у тебя есть на какой-нибудь ссылку ссылка какая-нибудь у тебя есть чтобы посмотреть что это за рига вообще кто там играет си лига там вы тоже играете вообще-то там если ты про это не ну я вообще просто по состав участников что-то вообще сейчас 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 посмотрю они вас тут нету каскадов вы тут не участвовать вот все ловко ступил короче по-любому теперь мимо мы не пройдем как сейчас ребят на минутку отойду что-то хочется давай уже хочется сходить кое-куда так что ребят попозже скорее всего будут играть 3 на 3 возможно 3x4 так что кто хочет играть уже потом может быть заранее готовьтесь заходить на канал снг на европе и кин вступает группу а ну кин уже сто процентов чтобы это играть да и ждем победителя дима тут у тебя спрашивают что ты сделал со своим стулом он стал стал играть лучше чем дима и дима его сломал медведев дмитрий активировал премию на ваш канал да да такие ребята у нас у нас других и нет на самом деле просто ручки поломали да и все пришлось чинить а у тебя кстати какой фирмы стул и без понятия какой-то кстати наверное такой не самый дорогой ну как мы не особо дешевый прям на этот под 100 долларов нормально это очень даже нормально на два месяца назад купил 1 шан ручки пластмассовые не выдержала меня худенького сколько сейчас весишь ой не знаю не спрашиваю да это такой вопрос конечно за 90 уже наверное у колобок колобок скоро да то есть вообще вообще тоже уже такой принимаю идеальный форму а ты насколько я 96 уже серьезно 96 килограмм ладно мне кажется ты поменьше раньше я все весело 70 килограмм когда ты меня если таким помнишь то 70 килограмм я весил сейчас просто то есть я потом когда уже все от старт крыс от рака что меньше и начало играть больше за то есть начал заниматься спортом где-то у меня нормальный вес мы это 88 килограмм но вот последний вот я что-то там все меньше 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 совсем мало занимаюсь и метаболизм хороший то есть аппетит есть и понял у меня приблизительно также да это мой нормальный тоже где-то 87 88 93 уже и пошло выше тоже где-то 95 наверно короче жесть это все с возрастом да да то есть надо больше заниматься больше двигаться так что они пацаны короче выйдете из группы надо прыгнуть короче там что-то создали новое в общем-то хост вот сейчас надо зайти туда через меня прыгайте корова заходим за рыбнул так хаш еще короче здесь вот от хаш победил что ли нет это еще у них матч идет сейчас а вообще супер финал за рубашечку попадем по красоте красиво marine king дауди магии еще банка куда жди мага и без банки в димаге кстати теперь уже вторая банка там скоро появится еще и шляпа так что вообще будет модуль парень руки не дошли по этому поводу как это с креслом с тем с другим за запилить друг второй смайлик ну если не так просто там тоже сделать но не баз банка да я тоже поигрался дня два наверно так плотно сам сидел там что-то пилил но запилил ребята кто не видел на год гейме заходите на канал димаги подписывайтесь премиум и у вас будет тоже банка так что начнете тащить скоро 11 то есть это решающая игра нифига себе крутая себя дороге вроде так силен на хаш я как бы вообще их последнее время кто такой может быть спад ударка пошел какой-то такой после патча не перестроился на новую мету возможно не знаю но я смотрел стримы у них zvp он там на мультитаске просто сумасшедшим тащит но в основном всегда выигрывает именно из-за мультитаска то есть там дропчик дробь бэйнингл дробь линга вот из этого он очень круто выигрывает сколько я видел сегодня с 3 sound он тоже стримил и успел посмотреть буквально две игры несколько даром у них получается все вместе то есть мультитаск и точность и план на игру грамотной и реализация там микро дарима продумал тоже все четко дали там собой блоков в этом роде количество дронов вещь всегда нормально адекватно и даже когда он играет хорошо очень так все здесь пацаны тоже вообще захочет и как бы ну 1111 х х х достаточно известный как бы последний раунд в африке был по моему последний где он был в африке фрикс или нет сейчас сейчас на это зайду посмотрю мне открыто ссылка си джей си джей си джей короче он был я вообще не слышал как бы ну он всегда был на слуху просто он ну и видно его было просто как он редко чего он не выигрывал ничего получается короче понятно ну удар к выглядит эти пройти здесь так то есть из плей-офф и ну в общем да значит сильный игрок и команда как раз кино это корейская даст кар даст даст не даст так дарк пошел так ну рассказывайте ребят у кого есть для кого более удобная карта звп или здесь от стилей зависит наверное еще ну тут вообще достаточно балансная карта на самом деле тут нету явного фаворита мне кажется как на апартфеосисе например есть и золото и большая большая рождествен с мимо зерга преимущество зерга здесь же балансная карта я немного посмотрю от первого лица дарка фрп вот ребят смотрим небольшой фрп вот как у а все любит частенько просто семнадцатый пул да мы не знаем что как как он играл две предыдущие игры то есть ничего нет один может какой-то легкий майн геймс но пока что в принципе все стандартно и у одного из другого игрока там через барак нексус будет тут хата первое удар к 6 позиции для вас нифига си круто ну и пока знаешь то есть места куда база у меня 4 но я от первого лица что просто подарка смотрел он перекликил по всем базам то есть у него базы слева 3 ну получается справа сразу все-все-все своя часть да да почему одна база у него вообще находится на горку справа который от моего дарка она тоже забинджена у него под 6 номера похоже да ну да у меня точно так же в принципе прикольно нет на этом интерфейсе можно жалевки нельзя можно посмотреть бинды как бы контрола которые как вода менте но на дефолт он то тоже можно под единицу под 7 8 9 everlord прикольно хаша мэй на контрол один некст он две пробки 2 3 4 и 5 опять пробка ну и нексуса на нолик получаю на девятку на ударка на единичку два линга хаты пять шесть семь восемь девять овера и королева на ноличь на нолик но наверно ноль у него скорее всего перебежим на что-то типа w надо то запаришься каждый раз тянутся возможно хотя у него вот эти дроп оверлорды 78 вроде были 6 7 8 так что не знаю не знаю может он и до нуля дотягивается блин это же вообще постоянно руках как ходит надеть скорее всего перебенжена это по сути он же может еще и 78 до перебендить ну хотя ладно надо это посмотреть фп ну то есть не фп запись сзади а он запись не выкладывает не наеби дальше стороны как там халдер раньше скорее видео таки записывал как корейцы играют там сзади на камеру снимает типа и фп и при этом от 3 стандартно через дарков в общем-то дропчик играет dark еще очень-очень любят муховером играть чтобы все видеть получается у него линдом муховером у сверх надежно все посмотрите на его контроль карты он просто вообще всю карту контролирует практически позиция по земле стопроцентно то есть мимо не пройти к сил нога на трех часах и здесь с мэй на вылет виден линдом убежал а он собирается дропать да судя по всему дропчик эволюшн готов да готов эволюшн уже давненько кстати он готов можно было пораньше морфить ну не страшно ну хаша как раз таки учу еще уровень пилоны наделываются да и дробь здесь сейчас призма подлетает на то есть они получатся друг другу будут дропы да да вот именно то что я говорил на мультитаске вот у кого лучший мультитаск дарк на этом очень сильно тащит дарк сразу пилончик подгрызли здесь ну и удар здесь отобьет стопроцентно это все делать мазер форум да тут такой хаш строит дарков то мы путаемся у хаша всего в вар призме 3 дарка то есть нам не надо пищать дарк 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 шибуха раун одного дома дома вар пану получается вот еще вар пошел нам надо архончик туда сливать чесно призмы здесь висит прямо на мы не прям в наглую причем не не отвел удар куни призму очень важный момент дарк блокирует третью базу хашу красоте надо что-то противовоздушное что им противовоздушное на майне снова забегания здесь энергии много и кстати пошел интерес найти выход пошел получается глефа и мортал и почему именно глефа и могла почему не чаши москва странно и архунчики так час три архуна будет плюс адепты соблай блок правду хаши неприятный очень такой слове он сейчас готовится уже смотри королев всех подвел в королевы 15 раучер эваджеры 7b не по-моему здесь вообще права для хаши какой-то получается то есть удар к вообще на все сто процентов дробь на мейн бейлингов дробь на вот жесткий дробь карта создана без без мода геймхарта поэтому не показывают нам сколько там рогов погибло есть наверно поднять 7 проб всего уничтожено наверно все семь там и погибли здесь дарк в легкую просто отбивается по-моему и морталы наваливает ну архуна упали все адепты уже точно тут не затанкуют как-то и до призма добрался ух хаш все понял уже да нет там видно было что маловато как-то маловато то есть филдов нету гвардиана нет получается и три архуна очень сильно порешали они против королев королева вообще практически дэмэш не наносят кстати ну и филд и тоже был как бы ну то есть там и морков немного газилок не было такое дарк молодец вообще все разведал адекватно отбился от всего еще контратаки делал пост просто по красоте грамотных книжках но хорош хорош очень круто сейчас увидим дарк против кино но хорош артаж последняя игра была действительно так при рассмотре корейских игроков заметить, что он биндит Nexus на 1 все нет, все не биндят Nexus на 1, все по-разному биндят но у некоторых совпадает например у Stats бинды как я люблю то есть он сразу биндит Nexus просто на 0 гейты на 4, 1, 2, 3 армия как бы, гейты то есть 4 роботикса, там 5 на пресс-торге и 6, ну по типу как бы зданий ну и там если нужно, там 7-8 какие-то другие юниты так, группу зовут там у вас пока что нет сейчас я вас, короче тогда позову где вы там? где вы там? так, я в группе тоже? тоже все отлично тогда ждем Кино против Дарка если Кино победит Дарк то уйдем мы Дарк против Хира вот еще и финал у нас как я уже объяснял то есть многие спрашивают что будет 3 типа здесь в финале финал, суть финала здесь в чем? если из венеров выигрывает чел, то 1 бо 3 а из лазеров нужно 2 бо 3 выиграть для победы то есть если кто из лазеров сейчас пойдет и будет выигрывать то мы увидим просто немеряно крутого Старкрафта поэтому надо болеть за Дарка да ну да, потому что Кино это ТВТ все-таки будет а, Кино почему там Хира еще есть? ну там может быть да, да, да у нас же еще получается как минимум 3 бо 3 мы увидим сейчас в ближайшем будущем это Кино Дарк победитель с Хира ну и потом победитель лазеров финала с Аналейшеном соответственно то есть максимум 4 бо 3 может быть призовые неплохие я вам скажу первое место 1400 долларов вообще круто ну да 2200 общий призовой да, вот 3 и 4 по 200 баксов второе 400, первое 1400 ну да, и почему китайцы то есть они ну не раз в неделю как бы но два раза за месяц такой вот турнир они стабильно проводят при всем при этом как бы есть еще SGL у них где тоже там в районе штуки баксов призовой фонд как бы вот то есть ну молодцы, короче, китайцы но предупредил меня Лайфянг что на следующей не будет недели ни SGL, ни вот Лайфянг Капа почему? потому что ВЦА и ИМ стартует там, короче говоря и в общем-то ну так как тут самый жесточайший состав обычно на этих турнирах то большинство этих игроков там отыгрывать и будут чтобы ну просто не портить как бы, да, там расписание они не смогут тут сыграть как бы такие дела да, да, да ударки, смотрю, он еще тут в лузерах статца 2.1 провел тоже да, да молодец, да, хорош ударки, конечно, красавчик ну причем писали в чатике что там статц 2.0 сейчас будет типа, как бы ну а по итогу 2.1 дарк то есть там статц очень-очень близок к победе судя по всему был чатик ошибся неужели? да, да, да сейчас сейчас у кого-то в чатике подгорит а нет, это нормально чатик горит нет, да там не ланговали просто говорили что типа ситуация такая близкая но еще не победа не победа Тихо. Тихо. Ну посмотрим, что Кин покажет. Дарк, я знаю, Дарк силен. Ну да, но Кин сегодня тоже что-то удивляет. Зеста зашатал. Ну Джима понятно, что... Ну да, это серьезно. Ну что, поехали. Чаще у нас карта. Первая. Слева снизу получается Кин, справа сверху Дарк. Ну и... Будет ли Дарк играть свой любимый газпул с мейна? Вот в чем вопрос. Или все-таки это хатка первая будет? Я думаю, что все-таки газпул. Да, уже дроном поставлена точка сбора на газ, это да. Это будет газпул. У терновых какой-то факту, скорее всего. То есть через Reaper в Expand Factory. Не как Innovation, в общем, будет играть Кин. Ну я вообще видел мало, кто Дарка может одолеть в ТВЗ. Только Innovation вот так частенько Дарка выигрывает. Другие терны, я не знаю. Как-то на его стриме я не видел. Ну да, разве что Бьян, потому что, ну... Другие, другие, да. Ну Innovation, бывшие темиды. И вообще как-то Innovation сейчас. Вот мы смотрелись, Паша. Вторая игра там просто прикольная была очень такая. То есть уже казалось все, там Innovation проиграл. Но он умудрился вытащить. Причем у него 18 Medivac было в какой-то момент. То есть там просто на каждого Марика лечение. И там 3-3. А Dark только 2-2 был, 3-3 не сделал. И там как раз таки вот это очень, ну, зарешал контроль в итоге. Конечно, потом Viper вылетели, накидали зеленку. Вот эти паразитические бомбы. Medivac там лопнули. Но это уже поздно было. Прикольно. В общем, был момент, что Xpand один Dark не заметил. То есть он думал, что он играет против 3-х баса. А оказалось, там еще 4-я. Причем она уже вся выкачана была. Да, то есть с Main CCH перелетела. Просто Dark вообще не видел всю игру. Так в конце и не увидел. Ну да, это печалька. Такая посадная ошибка. Пишут, King Dark последние встречи 2-0 укатывал. Ну, если... King? Если King 2-0 укатывал Dark, то... Конечно, он неплох очень даже, но... Посмотрим, что в итоге выйдет из этого. Что-то я не понял, что делать кин, на самом деле, по билдорду. То есть он поставил быстрый газ. Дропмариков, получается, у него. Ну, опять дропмариков выходит. Но, может быть, он втыкал. Разведывал? А, Dark не разведывал. То есть обманывать он не мог. Ну да. То есть здесь, получается, у него просто перекос по газу идет. Жесткий. У кина. Может, в будущем... Типа, на будущее прям сразу. Вот стимпак... Ну, хотя да, все равно. Типа, может... Минус. Reaper может не добавлять, чтобы там третий, там, ранечко ВХЗ. Или, может быть, какой-то уже там... Не знаю. Ну, посмотрим. Там же, из-за того, что просто быстрый газ идет, там, получается, позже у тебя, во-первых, вылетает первый Reaper, и... Во-вторых, позже командный центр идет. Но это может быть Майнгеймс против... там... Dark в тем, что Reaper позже пролетает. Но здесь бегают линги... Ну, спасает, спасает. Террен. То есть если был... Просто если Ezerk видит, что вот летит позже Reaper, он может подумать, что там будут гелионы. И против этого не строит масс-лингов. Ну, Dark вообще пофигу на это. Он шести лингами там бегает, нормально. Вот. Да, и он муфовером делает сейчас. Скоро все увидит, получается. Да, то есть абсолютный сейв. Да, он вот любит скорость оверлордов вообще по стандарту. В ЗВП, ЗВТ. Чтобы наверняка видеть, что делают оппоненты, да. Крип уже так жирненько ударка. Прям уже к силнаге один криптумор сейчас пойдет. И почти до третьей дотянул уже, блин. Хорошо крип распространяет. Единственное, что мейн со второй не соединен немножечко. Ну да, гелионов когда нету на карте, считай. Терран ничего сделать не может в этом плане. Поэтому зергу вообще изи тянуть крип. Ну или что да, стоит отменить. Да, смотрите-ка. Фактата летит на реактор. Все это хелбаты плюс био что ли получается. Да, так оно и есть. Ну, все же спалил дарк. То есть как бы настолько уверен кин, что это все равно может зарешать что ли. Вот так, секундочку. Да, и сразу бейлинг нет пошел. Один-один апгрейд, и дарк будет готов к этому скорее всего. Бейлинги зарешают против такого на самом деле. Королевы линга бейлинги, все просто. Да, здесь очень опасно будет получается до кина. Хотя здесь конечно от микро тоже будет зависеть. Потому что грейд то скорее всего будет только один грейд. Точнее грейдов на атаку на броню не будет у зерга. Добавлять в сети третий барак еще кин. То есть он собирается вообще жестко очень пушить. Продолжать еще. И он перелетает. Да, в factory барак менять местами. Или нет, да, перелетел все-таки. Танки собирается еще заказывать. Ну такой интересный. Вообще очень необычный билд от кина. Ну да. Тут и то, и то. И там одно менять, потом другое. Заходят, но Бейлинги уже есть. Бейлинги Морфиса. В контратаку бегут линги, но здесь стенка закрыта. Поэтому ничего там. Дарк не получается. Дарк возвращается большей частью лингов. По крайней мере на зеленагу. Ну и кин. Я не знаю, как он здесь будет пролангать на самом деле вообще. Потому что у Дарка просто дофига здесь уже бейлингов. И сейчас скоро времени уже просто остается там 30 секунд. И будут уже 1-1 грейды. Ну видишь, у него ставка как раз таки на 2-х базовые линги. У него же там 5 бараков. Еще 2, ну достраивается 3 бараков. Поэтому скорее всего у него будет какой-то тайминг с 1-1 его апгрейдами. То есть у него сейчас плюс 1 на атаку. Потом будет плюс 1 на армор. И как раз таки уже будет большое количество юнитов. У зерга там возможно будет 2-2, но вряд ли. То есть как раз ловить вот этот тайминг, когда зерг вложился в 2-2 в скорость бейлингов. И напасть с танками с такой большой армии с оплаймом. Ну да, сейчас получается просто защищает крип. И я вернулся, пацаны. В общем, да. То есть получается какой-то 2-х базовый выход. Мне кажется, почему-то Кин перестроился уже после того, как понял, что вот эта тема не заходит с холбатами. После того, как Дарк уже увидел это. Получается, да, сейчас он будет чистить крип, стоять в центре как бы и вот подходить сюда. Потом просто армии дополнительно и все. Ну вот так почистил крип и королеву восстановили как-то так. Ну да. Ну главное, видимо, чтоб дальше, ну то есть как бы не выходил. Сдерживать, сдерживать крип, да. Чтобы ему позицию занимать, да. И вот уже пошел и пошло все вперед. Причем Дарк видит, как это все двигается. То есть можно сейчас контр-врыв делать. Вот он сейчас в тыл забегает юнитами. Будет пытаться сгрызть мариков просто. Клинги подбегает, надо закрывать до пушки. Успеет? Успел Кин закрыть. Ну молодец хоть успел. Это очень важный момент сейчас, безусловно. Так, и Бэйны здесь есть. А Дарка в рых-то будет жесткий. Ну Кин идет вперед, танки надо сиджить. Что-то он медленно сиджит. Один сиджа, второй едет хоть там дальше. Стима нету. Чуть стимпальки. Бэйн, бэйн, бэйн. Так, пошел. Он не контролит танки. Из-за того, что дома проблемы. Все, пошел Бэйном, короче. И здесь Дарк сбежал вообще в мясо, короче. Контер-атака. Ну, не хватило мультитаска в этом моменте, мне кажется. Все-таки Террану кину. Если бы он сделал залпы танками, он там два раза в королев стрельнул. Сделал бы по Бэйлингу, возможно, бы какой-либо там в теории был бы шанс. Но, конечно, все равно мало было бы шансов. Так как там контер-атака жесткая от Дерго прошла. Да, получается, что так. Тут вообще как-то без шансов в этой игре. Не было таких жестких аутов у Кина. Ну, да. Ну, в принципе, это лучше, но как таким, да. Тут невнятно, конечно, отыграл. Мне кажется, что он с Биллдордером немного накосячил. То есть, что там быстрый газ все-таки. То есть, он сначала, может быть, хотел сыграть в Фэкторе, и потом решил перестроиться, например, на бараке, на пехоту. В таком духе. Потом начал, поэтому из-за этого, может быть, решил, что уже делать баттл гиллионов вместе с этим. Ну, там... Там еще, конечно, такой момент, что есть, когда достраиваются медиваки, можно фактуркой перелететь на... за место Старпорта, а Старпорт вообще один поставить. То есть, строить по одному медиваку. То есть, это так вот, Хера Марин любит такие пуши делать, и там, получается, где-то... Инвадер, подчеркивание, из-за чего активировал премиум на ваш канал. То есть, вот как инновейшн играет, только инновейшн ставит третью ЦЦ-шку, а вот не ставит, если третью ЦЦ-шку, и вот... Абысик активировал премиум на ваш канал. Там еще не будет, но там будет просто армор, и вот будет довольно-таки много пехоты. Со стимпаком, с баттл гиллионов. То есть, если за аркхалявит, то очень сложно, потому что баттл гиллионов там, конечно, жарит. Но если за аркхалявит... Торст и Индф активировал премиум на ваш канал. От микро зависит игроков. Ну, от микро, да, но и все равно, как бы, если ты на крипе, и есть... Если есть там скорость с бэллингом, то это вообще жесть. Не-не, там скорости бэллингов не будет, просто там уже видишь, он где-то... Намного вот этот ранний выход получается. То, что сделал Кин, только там его намного больше получается, террано. Да-да, и тайминг... Не-не, смотри, здесь просто уже Кин получается. Сейчас выход сделать с двух бас, такой all-in, там пять баратов. Не-не, я имел в виду первый выход, который... А, да-да-да, только выше, да-да, только его больше просто получается, именно с баттл гиллионами. То есть, в этом плане. Да-да-да, просто его больше террано тогда получается, да. Там стимпак получается есть, и щиты, да? Щиты там, ну, так вот, они делаются, но почти... Да-да-да, там, во время битвы получается. Ну, то есть, такой очень мощный выход, но там сложно, потому что, если ты даже убиваешь, заразменяешь армию зерга в ноль, но не убиваешь третью базу или не убиваешь экономику, то зерга вот экономику потом в будущем наращивается. Зерга устраивает намного быстрее базу из-за того, что третья там немножко раскачана. Летается как-то по-другому билд этот делать? Да-да-да, там. Ну, то есть, то же самое, как и Новейшн играет, стандартные бараки, только там просто после первых двух медиваков факторка прилетает на реактор, начинает строить гиллионов, а старпорт по одному медиваку подстраивает. Понял, понял. И получается, что как и Новейшн, вот, прилетает третьим медиваком, а здесь, получается, и третий медивак прилетает с пехотой, и еще гиллионы приезжают. Ну да, там тайминг лучше получится, потому что... Такой жесткий, да. Потому что здесь, получается, уже, как бы, ущерб марикам, и там уже после всего... То есть, ну, вообще, конечно, вообще, конечно, тут... Ну, там у Кино пошло все криво немного, в самом начале. Да, тут просто, как бы, когда такого уровня зерга все это видит, а Дарк играет так, что видит, то есть, он просто готовится заранее, да вот и все. Ну, тяжело как-то... Тяжело, в общем-то, продавить. Да, да. То есть, в такие из аргов всегда тяжело играть. Ну, и грамотно, то есть, Дарк, получается, то, что в контратаку там забежал, то есть, видел, когда выходит, что выходит. То есть, и побежал, то есть, грамотно рассчитал, что ему хватит бэрингов дома. Он же лингов очень много взял в атаку там. Да. Красавчик, Дарк, опытный. Ну, всегда, конечно, тяжело играть против зергов, которые занимают вторые места на Близконе, я тебе скажу. Да, есть такое дело. Дарк очень грамотно играет. Все от разведки, от мультитаска. Все видит, контролирует. Очень нравится их игра. Да. Куровирк активировал премиум на ваш канал. Поэтому мы хотим, чтобы он прошел в финал, ну или как минимум в полуфинал. Угу. В общем, в идеале, конечно, было бы, чтобы они сыновейши там еще раз сыграли, и там более такие за рубу были интересные. Да, да, да. Плюсуем. Там же еще, может быть, два был с 3. Бейнвайдер подчеркивание языков активировал премиум на ваш канал. Да, 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 да. Так как и Дарк из лузеров. Да, да. В этот раз он как раз делает тот билд, что через факторку, то есть нормально, быстрый газ. И здесь, соответственно, будут гелионы. А вот дальше, конечно, уже есть варианты, во что он будет переходить. Можно и с Баншой играть, да? По-разному можно. Да, там и Либераторы, и Викинги. Можно дроп Медивак вот там гелионов делать. Можно в Переходу переходить, можно... Заметил, заметил. Посмотреть реперком таким лингов. Тоже. Молодец. Вот они бегут. Молодец. Спалил. Ну, это хороший момент. Видишь, тоже понемножку уже подстраиваются, я бы даже сказал, под Дарк. Они знают тоже, что он любитель именно 17-го газа, 17-го пула и два линга, которые будут отменять ЦЦ-шечку. Ну, вот тут репер молодец, как он среагировал. Знал, наверное, тайминг, когда линги могут тут пробегать. Ну, да. Он был очень внимательным еще, как бы тоже. Да. Ну, хоть, получается, не этот стандартный передров мариков, то есть хоть разнообразие какой-то... То есть, хелбат пуши, по-моему, нет тут какой-то происходит сейчас. Ну, тут может быть хелбат пуши, может быть просто гелионы, то есть для контроля карты или для проезда. То есть здесь, на самом деле, пока еще на 100% нельзя сказать. Но, похоже, что уже не баньша, потому что он строит. Похоже, да? Да не, маленькие подстраиваются обычно. Так, ну не надо так давать. Блин, грызь с рабочих стук своих на второй базе. Забегание лингов идет, как ты кин здесь застопорился. Опасно. Очень, как бы, опасно. Рипер окружен, рипер минус. Что ж творит дарк, а? Ой, минус гелион сейчас. Да, жесть. Ну, одного гелика убил, плюс добычу немножечко нарушил. Здесь армори пошло, да? Сколько мариков будет? Два, три. Ну, это какой-то хэппи, блин, хелбат пуш просто. Как у него вот этот всегда, всегда, ну то есть с четырьмя мариками всегда у него был. Как бы всегда он один и тот же играл. То есть даже... Всё, работало неплохо достаточно. Ну, работало. Не, ну, блин, сделай ты, сделай ты с шестьюема билд, наконец-таки уже. Год, год и всё с четырьмя мариками, я не знаю. Вот это с... Так, ну тут, погодите, королева линги, бейлинг неста нет, Роучворон достраивается. Будет пытаться отменить третью кин у нас получается, ну да. И отменит, скорее всего. Не знаю, спорный вопрос, мне кажется. Ну там контур, ой-ой, там как хорошо всё Дарк понимает, что ему не отбить. Не, ну шесть хелбатов, как бы... То есть если бы здесь был крип, королевы подошли, это одно. А так лингами невозможно просто пять хелбатов отбить здесь без королев будет ему. И Дарк это понял, как бы, и попёрся вперёд. И очень-очень удачно. Просто минус вся экономика на второй базе, это катастрофа. Это вынудит Кина идти вперёд. Да, так и происходит. Здесь Роуч уже как раз попёрли. Ну и тут идеально всё для Дарка, это похоже на 2-0. Много энергии у королев, можно трансфюзить долго. Только Дарк затыкал одной королевой немножко, да, но... Нормально всё равно по итогу достаточно. Циклоны там отбиваются. Минус циклон ещё и война. Ну неприятно как-то бы кину в этой игре. Ну не просто неприятно, у него слабее экономика как бы. У него просто отсутствуют фактически технологии какие-либо. То есть ему тут в мех что ли переходить получается, надо пытаться. Как-то да, только так. Сейчас пехота уже... Ааа, Дарк вообще тут не ждёт. Он просто решил, что Роучи Реведжерами и Лингами надо кина добивать вообще уже идти. Причём да, тут 4 Реведжера, 5 Морфицы как бы, а здесь Циклоны и там пару колбатов. Пару Мариков. Да, Реведжеры очень хороши против Циклонов, они очень живучие получается. Ну да. Знает это. Дарк красиво отконтроливает. Принимает бой вообще изи. Расконтроливает тирану тут. Легко. Реведжерами Дарк очень хорошо умеет контролить ещё на пролиге, когда она ещё была. Был эпизод, я не помню с кем, какой-то тиран. Короче, изи Дарк вообще получается. Это 2-0 уже у нас или что? Да. А я просто счёт не проставил. Вот. Не помню что за тиран, он 4 барака пуш делал марики на Дарка. Дарк ушёл на мейн, переселился. Короче, там такой момент был, он построил одного Реведжера и где-то просто против 8 Мариков контролил так, что они стрелять по нему не могли. И где-то штуки 4 из них подрезал одним Реведжером и выиграл тирана. Тирана этого потом там вообще в хлам пришёл, Реведжерами убил. Хорош. А, так это карта Храм в Альдах вроде была, да? Да, да, да. Вроде Рьянг, мне кажется. Рьянг, да, по-моему. Или Alive там кто-то из Африки, по-моему. Ну да, 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 из таких игроков. Рожь, хорошь. То есть как бы не самых слабых, короче. Угу. Ну что, CJ Hero против Дарка. ПВЗ так ПВЗ, будет сильная ПВЗ. Причём, Hero с Дарком играли не так давно. Получается, где они играли-то я уже что-то подзабыл. Это был то ли плей-офф прошлый, то ли... Сейчас посмотрим, то ли SGL это был. Сейчас посмотрим. Шанганглинг. SGL, SGL. Да, да, это был SGL группа D. В общем-то там Hero 2.0 пробрил Solar и Hero 2.1 пробрил Dark. Это всё происходило как. То есть как бы он с Solar просто играл Adepta Gleffe. 2 Stargate, переход фениксов. Шатание фениксами. Выход в 3-й Nexus. С 3-го Nexus, 3 Stargate, эпикалера как бы. И просто у него настолько там идеально прям вот с его... Ну не то, что идеально, но прям он супер круто как бы там. Вообще без шансов разрывал. То есть с запасом, прям с запасом таким. А Dark, видя видимо эти игры, ну начал пытаться под Hero подстраиваться. Ну решил королевами Гидрой там его пушить. А Hero просто два робо-дестабилизатора с ним отыграл. Вот и разорвал его, короче говоря, вообще. Хорош, Майндгеймс такой устроил оба игрока. Интересные игры, да, там были. Прикольно. Ну я сейчас вот, короче, тогда... Погодите, SGL, SGL сейчас я как раз же открыл сейчас SGL. А, декабря, 10-го декабря, короче, у нас вот когда плей-офф SGL. Это что за число тот день, точнее у нас получается 10 суббота. Ну вот, может будет постримить. Получается в 16.00. Там вот сейчас я могу сетку скинуть вам под Skype. Там как бы состав вообще. Тошка тоже огонь. Creator против Innovation. Solar против Gumiho. Classic Reant. И Hero против Lassir. В общем, такие там матчи. Ну там без лузеров будет. Там быстро все достаточно пройдет, получается. Там тоже будет параллельно играть или положено? Да, параллельно все будет. Ну первые точно. Да и полуфиналы, по-моему, они тоже одновременно делают всегда. Ну короче, сильная тут так. Ты сказал 10-го декабря? Да, да, да. А у меня пишет 8-го завтра. У меня все тоже что-то пишу 8-го. Да, у меня тоже все-таки пишет 8-го. А на Team Liquid'е. А на Team Liquid'е 10-го пишет. Today's. Да, 10-го. Сейчас я уточню тогда у ByFender. Ну да. Там пишет через 22 часа. То есть получается через сутки. Как же Dark хорошо-то игру читает, а? Как же он хорош. Прям все скаутит и контр забегание вот эти. Принятие решений. На уровне, конечно, высочайшем. Играмотно это разделяет. Ну блин, да. Это нереальный опыт какой-то. Так, пошел инвайт. Потому что такие ситуации такие тоже все разные, но всегда лучше. Ну вот в последних играх, что мы видели, всегда правильное принятие решений. То есть он явно не одну игру отыграл в таких ситуациях. Ага. 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 Что-то это все дело у нас происходить. Пле-офф получается. Не. То есть 16 часов. СГЛ. Так что, ребят, не пропускайте. Так, ребят, я на вас камеру поставлю. Сейчас отойду, покушаю быстренько минут пять-десять. Скоро буду. Давай, давай, Паша. У нас тут ЗВП от Дарк Хиру. По нулям. Хорошо. Да и брейк карта ЗВП. Посмотрим, как Хиру будет отыгрывать. Хаш отыграл через четыре барака. Роботикс, Дропдарков и Архонов. И у него вообще ничего не получилось. Дарк его хорошо очень законтролил. Да, я законтрил. Хернее. Снова Дарк играет через Хату первую на Daybreak против Протаса. А Протас играет Нексус первый против Дарка. И без разведки. Это, конечно, рискованный билдордер, потому что если Зерк играет двенадцатый пул, а Протас играет Нексус вот такой вот без разведки, то это практически ГГ. Есть тут риск. Но Хиру знает, своего оппонента знает, что Дарк скорее всего не будет так рисковать двенадцатым пулом. И угадывает пока что. Ну да. Вот в этом прикольно, что Хира так. Тоже, кстати, раньше он был более, намного более стандартным Протсом. Я помню в Ходсе. То есть он как бы редко такие вещи делал. Сейчас смотрю. Ну вот. Нормально так подстраивается. Нексус первый ставит частенько. И с одной базы может что-то агрессивное сыграть. Как бы. Хорош, да. В Старкрафте втором это очень важно иметь в арсенале в своем все билбордеры разные. Да. Применять их. Правильно. Да, ребят, наикибатике кому интересно ставочки есть на все это дело. Не смотрел я кто там фаворит. Че, ну вы следите сами. Как бы мне некогда. Мы вместе с ним не комментируем. Поэтому. Че будет. Два адепта. Как олдскульный такой, да, билбордер. Хотя вот в последнее время адепт сталкер заказывают. Один адепт идет в разведку, а сталкер дома. Частенько я замечал такие. Он че себе, два сталкера. Вот два сталкера я еще не видел, мне кажется. Интересно, интересно. Как раз таки для контроля карты. Да. Так, ну да, кстати, два сталкера прям это. Хм. В чем гейты как стоят? То есть пилоном ты тут стенку не закроешь до конца, получается. То есть тут надо еще здание ставить. Какие-то выходят сталкера. Хотел Хира видимо овера сбить, но тут не сбить ему будет. Ааа, он хочет поймать овера прямо с мумом. Ну что же, это прикольно. Поймать-то поймает, но оверсироп все увидит. Но зато дальше дарк видимо залетать никуда не будет. На это расчет. Или на что, или просто как бы сталкер. Вообще пока непонятно, потому что даркшайн не делается у Хира. Что самое интересное, твайлайта вообще нету получается. То есть просто робо залетает овер, будет сбить обязательно сейчас. Но оверлорды все равно, два оверлорда видят. Из них один погибает, один выживает. Да, спалил все. Так, пойти призма плюс два диета, это еще просто какой-то... Инвадир подчеркивание зичк поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, налог на премы. Ну пока что да, непонятно. Просто. И дарк наверное тоже не понимает, что там делает. Ну такого я вообще в первый раз вижу. Просто 7 гейт пуш на призму, 8 гейт пуш на призму. А что за юниты это будут? Адепты. Ну а что тут вообще? Ну может Сентрит сталкера какие-то как роучей-то убивать, просто непонятно в этом раскладе. Да, но газа много кстати у Хиро. 370 газа это многовато. У него все нагло выдвигается там сталкера. Подрезал что-то там Хиро. Дарк не летит, он вперед не спешит. Призму не видит пока. Дарк никак. Может это вообще на мейн врыв будет сейчас какой-то попыткой заблочить проход. Так. Прям нагло как Хиро идет вперед. И здесь ничего не заблочено. Пилончик есть на третий, но это фейковый пилон очевидный. Да, как бы. Плюс один на роучий заказ. Здесь овер можно подрезать овера, то есть не дать. Странно, что Хиро не подрезал. Он решил быстрее прийти на базу сюда. Как можно. Да, время что-то. Ну это минус третья катка точно, как бы. Но достаточно ли этого будет. То есть как бы в бродса есть. Это вопрос очень хороший, да. Есть потенциал для его бродса выхода. Ну в принципе почему? У него рабов хватает как бы. То есть можно имморталов добавлять, выходить на третью базу по идее, да? Да, с такой армией. Армия-то у него будет сильная. Интересный билд ордер. Такой нестандартный в нынешней мете вообще. Вот если бы это был Ходз, я бы сказал, да, это стандарт. Да, в Ходз очень любили на призме прилететь вот так вот. Упора кушать как бы зерга, но... Лотве так редко делают достаточно. Сейчас билды неплохие, королевы призму не достают. Так, еще товар пошел. Побочек срывает зерк. Я даже не знаю ли Ходз. Ударка как-то много выжила, по-моему, достаточно. Нужно отступить Хиро. Хороший контроль от Протаса-то тоже. Очень хорошо, да, Хиро контролит. То есть он просто вступает, грамотно катит, как бы и... Самое главное, спас еще варпризму. Да. Очень важный. Хорошие пару пилдочков. Ну, реводжеры уже готовы. Квадарпадет на мейн телепортируется. При этом Хиро отступает назад. Развод просто великолепный идет. Офигеть просто. Да, и при этом у него 8 гейтов, то есть дотекание у него будет намного мощнее. И сильнее, нежели у Дерга. Так, а сейчас попали. Нет, телепортнулись, по-моему, во время фаербола просто адепты. Там прикольно. Они упали и телепорт сделали. Они только один, по-моему, зашел фаербольчик. А, вот сейчас хорошо попал один. Постил. Постил. Так, пошел. Ну, кстати, как-то у Дарк Роучи много. Видно, что у Хиро не хватает, получается, ДПС именно по тяжелым юнитам. То есть по Роучим не хватает, тупо. Да, есть такой момент тоже. Так, здесь что-то Хиро гоняет оверов. Нужно ли ему вообще улынить до конца здесь? Вот я смотрю. По-моему, как бы Хиро здесь и не особо это нужно. Он понимает, это отступает. Да, 45-33 парабам. То есть это вообще жесть какая-то. Пилон оверчарж и убивает пилон, чтобы... Так, можно сталкеров посадить. Хиро это понимает просто в призму. И пошатать просто оверов немножко. Да, еще одного подрезал. Значит, контроль идет постоянный просто у Хиро. И садятся вновь адепты, и вновь адепты летят на мейн в характере. Интересная игра. Хиро все-таки получил преимущество. Но вот сможет ли он у него удержать, укрепить и довести до логического завершения эту игру. Это вопрос большой. Ну да. Ну, по идее, как бы, не знаю, что здесь Дарку делать. У него есть муфроу, чем нет. У него выход какой-то делает. Сейчас получается ему Дарку нужно пытаться третью хату раскачать. Для него идеально какой-нибудь, не знаю, шпиль свитч может было бы сделать. Потому что здесь уже Робо Бэй, который он видел. Да, и он, смотрите, он делает шпиль. Он просто видел Робо Бэй, он понимает, что это либо колоссы, либо дестабилизаторы. То есть гидра уже, ну, усиление наземного микса, как бы, это, ну, бессмысленно. Посмотри, в каком месте еще он шпиль строит. Так, чтобы протест не разведал. Да. Кстати, говорили, говорили, что с остатцем он в решающей игре шпиль так ставил. На слизи, короче, разлитой с овера. Угу. Ну, тут, получается, для Хиро, как бы, решится все. Ну, то есть, либо он делает выход какой-то сейчас удачный и попадает в тайминг до мутки. Либо он... Так, хорошо, здесь адептики заходят и в призму садятся при необходимости. Да, хороший, хороший контроль от Хиро. Из Хиро будет сидеть и мутка вылетит. Ну, тут, конечно, не дико много мутки у Дарка будет. Но даже там восемь, там, муталисков девять. Они могут здесь просто крит дэмэж нанести. Агрессируем все разведал Дарк. Видел дестабилизатора, видел два роботикса. Пока что контролирует тоже, как бы, ситуацию со своей стороны. Ему очень важно закрепиться уже на трех базах, а потом перейти в четвертую, в пятую и качать там газ. А самое главное, чтобы закрыть Протаса на его трех базах. Вот это очень важно. Но я не знаю, ли у него это получится, так как Протас уже выходит и идет в атаку. И еще и варпает сталкеров, он прям как чувствует. Блин, у меня что-то висту висит. Ты тут? Ну я, да, ну... А, кому-то... Не знаю, кто это. У меня сегодня пинг прыгал, но ни разу меня не кикало, как бы, но... Сейчас уже давно ничего не происходит. 300... Да, у меня вообще все идеально, как-то... Пинг в пределах 320, а для Азии у меня это, ну, то есть обычно 350, как бы, примерно. То есть 320. У меня 340, но зато нет лагов. Ну да, да. Ну это стандартный, наверное, раскат. Да, и приходит Хира, то есть он... Ну это чуйка, как бы, это скилл, это чуйка, получается. Вот пришел идеально под мутку, два дестабилизатора есть и... Призму сбивает, конечно, Дарк, но тут столько юнитов, что, боюсь, уже это не совсем поможет действовать. Или совсем не поможет, я даже не знаю. Так, тут вернее выродится. Ну, кстати, на крипе-то уходит из-под залки дестабилизаторов, да? Хорошо очень. 59-39 по лимиту получается. Хорошие хилды отстрочил Хира. Хилды, да? За доли секунды прям все сразу в ряд-то. По красоте. И дома отбивается от мутки. Хиру красавчик тут. Ну, по лимиту, кстати, Дарк-то больше пока. Ну, не забывай, это Роучи, они по два реведжера, по три линита. Ну, да, да. Не, если б не было дестабилизаторов здесь еще, ладно. Ака, есть дестабилизаторы. Это может быстро сейчас измениться все. Вот, например, как сейчас. Такой залпик раз. Потом залпик коин-2. Дестабилизатор падает, правда, один из дестабилизаторов. Еще один залп пошел. Несколько юнитов подрезать. Хира Фризма уже появляется в атаке. Филды есть? Ой, нет, это 1-0 пользуют Хира, скорее всего. Вот. Ну, Дарк, кстати... Очень сильные юниты у Протаса. У Дарка, кстати, плюс 2. Еще самое интересное. Греды у Зерга даже лучше, как бы, на землю получается. Но по качеству микс там пожестче. И дестабилизаторы, как бы, это вообще... По количеству меньше Дарка было. Да, да, да. Ну, только его сейчас... Ну, понятно, что Хира выдавливают там. Нужно было чуть ли не 200 лимита Дарка, а Роучи Реведжера. Тогда, возможно, бы со всех сторон, если окружил, выиграл бы. А так, в лоб в лоб, тяжело драться. Ну, тут очень, конечно, понятно, что пуш зарешал со стороны Хира. Но я реально первый раз такой билд видел подобный. Ну, ценные такие репки, конечно, чтобы... Что бы пытаться такое тренить с Криво Протасом нашим. Какой вариант из... Ну, вот Хиру молодец. Он понимает, что он получил экономическое преимущество по билдордеру в начале, да? То есть он прохалявил, но он понял, что его за это никто не наказал. И пошел в агрессию такую. И получается тайминг совсем другой и жестче, нежели при стандартных... Риммерзерк поддержал ваш канал на сумму 105 рублей и сообщает, колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медведь. За красивую игру. Привет, камрады. Спасибо тебе, Риммерзерк, спасибо пацаны всем за поддержку. Сатэнчики летят. Следующую начали или еще нет? Нет, нет, только закончилось, вот. А, вообще, как я четко... Ты вообще по таймингу, Паша. Ну, как по-первых, да? Привет, Славеньки, хэппизерк, привет. Хэппизерк, привет. Да. Привет. Славик, заходи тоже в StarCraft. Ну, кстати, без тебя бы, получается, и не начали. Сначала бы выясняли, кто не заходит, потом бы кикали, короче говоря. Что там, все очень круто сыграл херов? Да. Необычно. Нестандартно. Чем он и билд вообще? Хоть вкратце. Пуш наоборот, он с 7 гейтов, да, он, короче, как-то. Восьмид, да. Да, да. Причем, после с Пьернепсуса первого начал двух сталкеров, с Беловера, как бы, сделал Робо и потом гейтов добавил. Ну, то есть, в таком код, в стиле, как бы, ну. Ну, реально, я вот именно вот такое вообще первый раз видел, как бы. Прикольно, когда игроки используют какие-то новые стратегии, и они работают очень хорошо. Сразу. Арсенал, то есть. А то, потому что, когда одно и то же смотришь, как-то бывает надоедает это смотреть. Это точно. Ну, видишь, в этот раз Хир идет в разведку после пилончика. Майнгеймсы хорошие у меня. Хочешь помешать поставить хату, типа? Ну, и на этой карте я не уверен, что ты успе... Ну, это рождество большое. Ну, разведка, самое главное. Возможно, то, что он в предыдущей игре играл Nexus 1, а сейчас играет C4 стандартно. Кстати, Dark увидел, что там едет пробка, сразу заказал газ, пол. А собирался снять хату, кстати. Да-да. Тоже ответочка грамотная. Ну, как-то все равно будет мешать поставить вторую базу, верно? Угу. А почему Dark едет сразу на третью? Или он просто хочет именно здесь, чтобы ему было защищаться? Хира пилон, наверное, поставит тоже на третью поедет. Хира вообще любит вот это дело, как бы он... Блочадь базы, он успевает третью зергу, там, площадь. Очень неплохо, как бы, там 100 адепт приходит еще, там было такое. Что то, что... tteет желая кое-что... Да что, что то, что, быть, тем え chicks вполне легко! Еще довольно так géani. birra почему-то минус. В Davis выдается в голове. Так, пошел адеп, пошел в арбиты, апгрейд на в арбиты у протаса, у зерга сейчас собирается 100 газа и рабочие снимаются с газилок, оставляется всего лишь один рабочий добывать газ, этих 100 газа будет воплощены в теории на скорость оверлордом, третья база заказана и будет одна королевка, вторую королевку вроде он заказывать дарк не будет, чуть втыкается инъекцией жестко, кстати и дарк. Ну да, втыкала королева, он даже раньше, ну секунд 10-15 втыкал, наверное. Да, не похожий на дарка, но ничего, всяко бывает, пошел скорость оверлордом, тоже достаточно поздняя, я бы сказал. Первый адепт двух лингов убил сразу. Как-то, короче, все, не идет, не идет у дарка игра. Да, и второй адепт пошел и пробку, а по пробку поехал. А, Мазаркоис, можно третью, да, отменить. Что си. О, хорошо, хорошо, хорошо. Зажал дарка адепта здесь с шестью лингами, два из них только погибло, тысяч три линга накидываются на адепту, но здесь готов встретить очень-то дарк. Чувствую, чувствую. Сбил хороший, билл. Знает, что нужно фокусы, опытный, опытный. Да, пробочку грамотно сбил, теперь третья точно база не упадет, добавляет еще плюс четыре линга. Все, уверенному и залетает, эволюшена нет, следовательно, передроф пока не будет никаких. Ну, у Хиро Глефа стандартный достаточно. Три барака Глефа, да, то есть нету роботикса, нету четвертого барака, нету даркшрайна, так что будет выход в третью базу. Кстати, тут вот добавляет на второй базе третий-четвертый газ Хиро, и есть такая стратегия без газилок, быстрая третья база, но он все-таки добавляет третий-четвертый газ и будет чуть-чуть попозже у него третья база. Ну да, ну то есть, наверное, Хиро хочет все-таки робот подстроить пораньше немножечко. А, нет, нет, это выход. Короче, сейчас мы увидим, в общем-то, если дарк, конечно, не подстроится и Хиро на ходу не будет менять свои билды, то есть по дефолту это должны быть как бы фениксы, сейчас и выход получается. Так, овера, да, Хиро и поэтому-то овера он, собственно, и хочет прогнать здесь очень-очень сильно дарку. то есть он упал. и все видит, как красиво контролирует карту вот, возможно, Хиро в будущем собирается сделать, что это выход в армаду идет. Ну, плюс один сразу на воздух пошел. М-м-м, прикольно. Третья база. Третья база. Третья база. У Зерга уже на полную раскачана. Третья база. У вас один рабочий. Две газилки. Спорки добавляются. В ближайшем будущем можно, есть два варианта, либо занимать четвертую базу и макрохата, либо раскачивать газилки все. Вот он выбирает второй вариант, плюс четыре газа. Третья база. И чуть-чуть попозже просто будет тоже четвертая хата, но чуть-чуть попозже. Да. Да, уже флитбикон пошел, то есть получается Хирсук фениксов шесть добавил, обычно он даже побольше добавляет. То есть он карреров именно с двух старгейтов уже начнет строить. Чуть позже. Смотри, этот оверлорд, который только что умер, хотел его заморфить в дроп и четыре линга уже здесь готовы. Да, у нас с другой стороны тоже оверлетит, и Хира нужно бы подумать об этом, как бы, что здесь происходит. Ну он полетел фениксами, сейчас шатать тут, ударка летать. Он что-то не законтролил их вовремя. Ну Нексус начал добываться, третий, это очень важный момент. Третий старгейт пошел. Как бы пока нету просто столько ресурсов и столько инкам драмы, чтобы три старгейта прокормить, пока Хира ожидает момент, строит пробок там. У Дарка стандартно тоже пошла четвертая база, макро хата, рядом он добавляет гидроден. Да, чудом, тут Феникс уживает, летает Хира на глават, конечно, здесь ничего не скажешь. И два каррера пошло. Но я думаю, что скорее всего, скорее всего, если захочет Дарк сейчас, то, причем у него крип достаточно далеко уже получается, он сможет пропушить, когда у Хира как раз таки только два каррера, но максимум третий вот этот успеет выйти и будет. Это очень опасный тайминг, на самом деле, но с другой стороны, не раз видел, что вот этот билд получается у Хира, он тут не только каррера ДПС, а тут есть и Адептики, тут есть и СН3, и Фениксы как бы, то есть... Микс-то жесткий, смотри, он еще добавляет три гейтвея протаса, четвертую базу. Да, чувствует, чувствует, что Дарк собирается как-то пушить, видимо. Ох, тут будет, прозевал Хира вот этот момент, тут, возможно, будет дроп жесткий четырех бейлингов на мейн. Хиро контролит, минус Феникс, нет, не минус Феникс, не хватило дэмэджа гидралиском. Четвертая база, уже семь рабочих на четвертой базе у Зерга, Зерга раскачивает дальше четвертую базу, есть дроп оверлордом. И четыре бейлинга в нем, полетели. Посмотрим. Посмотрим, насколько Хиро, ой, в каком стеке там рабочий и жесткий. И в стеке все шестнадцать рабочих на четырех минеральных друзах, всего-навсего, смотри, это нужно видеть. У-у-у-у! Боль, жесть. Есть, есть, просто минус все шестнадцать рабочих. Смотри, что он сделал красиво, убил четырехнадцать, полетел на вторую базу. Тем временем Фениксы там немножко нахаражили на второй базе и батоны. Батоны, конечно, решают вопрос. Еще одного забрил. Тем временем 4 база страдает Нет, отбивается, тут 4 Ну да, тут адепты и фатонки И адепта, да Еще плюс 13 дронов у зерга Шпиль пошел Апгрейды на землю делает, на коготь и на армор И не делает инфистейшн А вот пошел инфистейшн Молодец, хорош Будет потихонечку, наверное, все-таки Переходить в хайп Нужно, нужно Ну да, ну тут дарк видно, что пока Не собирается лезть Да, Паш, что говорил Вам ошибка, наверное, там на натурале Ну, кстати, вот интересно как раз посмотреть Как не пушим, а как именно дарк Сейчас будет в более поздней стадии Пытаться справиться с хиром У него 83 дрона, это, конечно же, круто Очень и очень хорошая экономика То есть маска, да, пошли как бы Сейчас так, бреды 2 Вейлинги на третью к протасу закатываются И дроп снова, рож Только 1 бейлинг закатил Сейчас еще 2 Вот тут выход очень жестокий У него, как бы, у Зергани так уж много антиэра На самом деле Есть Сколько гидрали, скажешь 16 Получается, что да Ну да, выход Пошел дропчик, но тут особо некого убивать Да, его лимита больше Только кто в каратор заказан То есть они не успеют выйти Это 100% Тайминг жесточайший у хира на самом деле Биллд очень хорошо заходит Не забывайте, Мазершип может еще и рекольнуться Телепортнуться домой В любой момент Размен мушки по 5 Стоит, так что выгодно размениваться Пока что киру, тает потихонечку лимит у Зерга Отстраиваются мушки достаточно быстро Да, калер только один пока погиб И то там хира Немножко невнимательно действовал Так мне показалось В общем, проверил базу Но тут у Дарка очень много баз осталось То есть хира И рабов Хира нужно продолжать давление сейчас стараться Ну не знаю Зато у хира, если она берет 200 лимита У него всего лишь 50 рабочих У него будет лимит огромный 150 лимита боевого И я не знаю, как этот зерг будет вообще убивать В этом плане, да Ну вот, например, сейчас косяк очень жесткий у хира Он забыл продолжать делать грейды на атаку на воздух Да и на землю тоже Да, то согласен То есть на 1-1 сидит Прилетает первая грелка Хира понял, видимо, что свитч в караптеров намечается Здесь караптеры пытаются карьера подрезать Ничего не выходит у них Адепты прям в гидру уже зашли В наглую прям туда Как разорвать Человек вообще как-то без шансов получился Просто разорвал хира Гром оттого начал этих вайдрайв подстраивать Да, сразу после их пуша Да, да 7300 на 13 Потерям так и было Как бы с дарком Вот на СГ, или как я говорил Как и с Соларом Или с Соларом То есть он Зерк решил сделать Именно тайминговых Караптеров И хира, построив три карера Сразу начал грелок подстраивать То есть у него получился Вышел микс Там три карера И сразу там три грелочки И еще там пару подлетело Там просто сожгло нафиг Все Ну жесткий тайминг Я тебе скажу У хира вообще Игру он хорошо очень читает То есть у него есть фениксы Которые скаутят Видит тайминг хайва Тайминг шпиля Если там гидралиский Видишь, что гидралиский Поэтому он не спешил Идти в атаку Да? Как ты сказал перед этим О, хорош С мазершипом пришел 12 минут игра У нас были и батоны И адепты И бейлинг бомбы Все было Много чего Круто Что это? 2-0? Хира? Да Что-то как-то очень уверенно Да Неожиданно Вообще Ну, по крайней мере Для меня Что так прям Как-то Ну, совсем Блин Да Ну, карьеры Конечно Вообще Воздушный протез Это опасно Опасно Видишь, тем более С такими таймингами Угу Вообще Жест Славик, ты теперь катаешь Старкрафт Тоже сейчас Или Хапезар Вроде бы Играл немножко Что он играет Играет Хочет до грандмастера Дойти Ну что Получается У нас реванш Хира против Инновейшна То есть Кто по Вене Раншул Тот и Будет биться Ну, надеяться Что Хира Тогда будет Это Тащить Чтоб побольше Было у нас Матч Хотя бы Первый Бо-3 Да Хотя Здесь Инновейшна Какой-то Совсем Жесткий Ну и Инновейшна Да Сегодня Рвет Конечно Славик Кстати Не хочешь К нам Присоединиться Может 4 на 4 Там Рассказываешь Как там Вообще В ходе Дела Если Можно Пообщаться Пару Минут Пару Минут И Инновейшна Вычеркивает Кир Кир Это уже Гранд Финал Получается Да Да Это Все Супер Финал Супер Финал Главное Чтобы показали Красиво Интересную Игру А кто Победит Согласен Не Ну Дарк С Хиро Очень красивые Игры Были Хоть Там И Как бы Можно Сказать Однокалиточно Но Все Равно Крутые Страты Хиро Показал И В первой И Во второй Игре Лишь Дарку Против Старгейтов Посложнее Мне кажется Все Таки Играть Так Как Он Не Может Настолько Хорошо Мультитаском Заниматься Из-за Того Что Феникс Контрят В принципе Дроп Оверлордов Хотя Он Ублился Все Равно Дроп И Убить Там 15 Рабочих Но Все Равно Ему Как-то Потяжелее Было Видно В Этой Игре Играется Ну Это Конечно Хиро Это Тоже Далеко Не Последний Протас В Корее Так Значит Иновейшн Вычеркнул Ньюкирк Хиро Вычеркнул Ваннийская Вроде Станция И Хабитейшн А Хабитейшн Это Что На Русском Это Жилая Жилая Станция А Жилая Станция Маленькая Такая Карта Да Иновейшн Вычеркнул Рассвет Истоки Дня Как-то Там Ну Дейбрейк В общем Первая Карта Эхо Вторая Чаще А третья Какая Там Осталась Я уже Не помню Не знаю Нет 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 Вычеркнули Это Эйбрейк И Наверное Вычеркнули А Вихр Угу Так На Кибетики Подвезли Ставочки Ребят Инновейшн Фаворит Говорят Ну ХЗ Я отойду Буквально На 2 минутки Сейчас Будем Давай Один Ну ХЗ 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 Хера Показал Что Может Но Другой Страна Я не знаю А как Интересно Они Там 2 Вот 3 На Одно Вот 3 Или На Все Интересно Вообще Так Получается Преимущество Инновейшн То Что Ему Надо Всего Одно Бало Три Выиграть Ну Да Не Ну Конечно Проще Гораздо В этом Плане Всего Надо 2 Параба Три Пробрить Это Ну Очень Непросто Получается Зделать Тем Более Такого Инновейшн Но Хера С другой Стороны Побеждал Он Видел Примерно Какие Тайминги Сейчас Использует Инновейшн Но Опять же Вот Этот Пилон Получается Как-то Вообще Не Работает Против Инновейшн Хотя Даже Цц Отменил Такие Вроде Ходы Но Не знаю Как-то Инновейшн Довольно-таки Уверенно Отбивается От всяких Прокси Что есть Здесь От этих Пилонов Поэтому Лучше всего Из того Что я видел Это Работает Как раз Такие Быстрые Тайминговые Атаки С Вар Призмой Потому Что У Новейшн Пока Нет Стимпака Нет Щитов Пехоте Тяжело Бегать И Там И Там Защищаться И Сам Новейшн Привык Дропать То есть У него Минки Улетают Дома Остается Мало Пехоты И Протас Если Отбивается От Минок И Вар Призмой Здесь Инновейшн Но Инновейшн С другой стороны Конечно Может Изменить Все Билд Ордер Начать Пораньше Добавлять Танки Бункер На натурале Чтобы Его было Тяжелее Так Колбасить Вот Ну И Хиру Конечно Тоже В свою очередь Может По другому Совершенно Сыграть Но В целом Конечно Просто У Инновейшн Очень Мощный Тайминговая Атака То есть Если Его не Трогать Ничего Не убивать Играть Как-то Стандартно В Экономику То Вот Из-за того Что Есть Такая Карта Что Третья Локация Находится Получается Отдельно От Второй То есть Не на Одном Направлении Вот И С помощью Либераторов Можно Хорошо Занимать Позицию И Давить Соответственно То есть Пользоваться Этим Ненавейшн Начинать Через Быстрый Газ Соответственно Рипер Фэктори Ну а Хира Через Два Газа Как он И до Этого Играл Собственно Говоря Да Его Стандарты Так В интересном Месте Ставят Пилон Хиру Видимо Собирается Ловить Я не знаю Правда Успеет ли Он Поймать Рипера Ну так Как Инновейшн Делает Разведку Только Рипером И Вот Риппер Кстати Хотя Риппер Пока Только Ко второй рампе На Мэйне Точнее На Натурале У Инновейшн А с Тролли Пойм Пока Непонятно Как полетит Риппер Но Риппер Скажется Придит По центру Интересно Почему Хира На самый Получается Край А Типа Можно Здесь Прыгнуть Еще Правее Да Как бы От Пилона Риппером Да То есть Он Хочет Именно Поймать Фотон Оверчарджем То есть Ну тогда Ему Надо Сразу Заказывать Мавершипкор И Соответственно Ну я не знаю Вообще Должен Успеть То есть Если Вот Он Прям Так Все Церп Оставил То Думаю Сделай Ну вообще Круто Конечно То Что У него Экономика Раскачана Полностью Вообще Он Даже Пробку Отменил Специально Для Мавершипкора Да Сейчас И Да И роба Пошло Прям Интересно Экрана Достаточно Это Похоже Будет Эти Дестабилизаторы У нас То есть Будет Экспанд Просто Попозже Вот Вылетает Мавершипкор И Сейчас Как Вот Рипер Прыгнет То есть Рипер Должен Вообще По Рампе Заходить Хотя Нет Собирается Прыгать На Пилон Все Это Минус Рипер Красиво Хорошо Хорошо Принял Да Тут Прямо Царь Вообще Но Это Важный Важный Очень Момент Сейчас Потому Что Адет Пойдет Все Увидите Там Инновейшина И Нексус Пошел Ну Тут Прямо Сверх Раня Робо Что Это Просто Какой Харас Не Знаю Хотя Я ТВП Вообще Мне Кажется Он Ждет Дестабилизатор Точно Скорее Все Робо Робо Б Должен Стоять Чеси Робо Робо Тикс Пошел Ну То Как Раньше Была Такая Тема Просто Ставили Прокси Вот Сейчас Это Получается Как Прокси Потому что Тирану Тяжело Разведать Минус КСМ К Натурале То Тиран Если Приезжал КСМ То Инновейшин Увидел Что Нет Нексуса То Он Был Мог Подумать Что Это Прокси Ставится То Какая Технология Ну Так Как Инновейшин Не Разведывал Поэтому Роботикс Можно И На Мэйне Поставить Ну Вот Раньше Делалось Просто Прокси И Недалеко От Своей Базы И Получается Тиран Готовится К Имморталам К Старги Иту А там Приходит Дестабилизатор Против Которого Как бы Надо Совершенно Другое Делать Тут Начинается Проблема Потому что Со Скоростью Призма Летает Там Вроде бы Экономика Хуже У Протаса Но Тиран Вкладывался В оборону В какую-то Лишнюю И Вот Эти Дестабилизаторы Довольно Хорошее Бывало Преимущество Ну И Наверное Сейчас Ничего Не Изменил С Первым Полетит Или С Первым Полетит С Лебер Летят Уже Почти Полетели Ой Летят Прямо Сейчас На Пилон Посмотрим Как Дестабилизатор Еще Прямо Выходит Минки Дроп Как Застроился Херу Ему Не Пройти Самому Себе Кстати Вот Это Бред Вообще Всегда На Это Внимание Обращался Хотя Просто Небольшой Бо Проходить Жесть Ну Две Пробки Адепт Хотя Б Небольшой Бо Такое Ощущение Что Наверное Пробку Если Бо Оставил Одну Атаковать Минку То Убил Но Это Конечно Такой Микроконтроль Вообще Нужно Реактив Чуть 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 Не Рассчитал 5 Дамеджа Буквально Он Думал Скорее Всего Что Он Убьет Все Таким Минку Знаешь И Потом Начал Отводить Чуть Чуть Побоялся Зарам Чуть Ух Ух Пять Рауч Минус Как Той Навыч Но Все Все Неплохо Так Есть Так В Викинг Есть Вот Минка С Одним ХП Просто Один ХП Но Жахнет Так же Как И С Полным Если Что На Натурале Минка Здесь Еще Сейчас Танк Есть Ох Минка 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 И Танк Дисраптора Задело Лоу И Еще Одна Минка А Здесь Хиро Видел Минку Получается Да 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 Опасно Опасно Решил Хиро Улететь Правильно Делает Твайлайт Делается Не Ну Вот Эта Стенка Это Просто Что То Конечно Самому Не пройти На Мейне Никуда Да То Тиран Когда Слева Дропнется Тиран Сначала Дропнется На Третью К Прот Потом Перелетит На Мейн И Прот Придется Не Просто Оббегать Так Еще Весь Мейн Оббегать Через Минерал Вообще Жесть Колосс Пошел Видимо Хиро Пофиг Он Двух Базовую Сейчас Тему Будет Катать Скорее Всего Ну Без Колосс Пошел Хотя Посмотрим С другой Стороны Может Без Нет Блин Колосс Фаржа Вообще По зданиям Не Выглядит Что Хиро Двух Базовую Будет Тему Катать То есть Фаржик То Навряд Либо Он Ставил Если Вы Собирался Выход Какой Сделать Тем Более В таком Тайминге Когда Ничего Подстроится Не Успевается Уже Стопроцентно Это Не Напоминает Кстати Как Шоу Тайм Любит Играет Минус Два Марика Марадет Нормально Чудак Телемитов И Навычно Прям Больше Намного Чем У Хиро Но С Сейчас Самое Главное Успеть Рейндж Делать И Четыре Гейта То есть Варп Сейчас У Хиро Пойдет Тоже Большой Там Семь Гейтов У него Да И Похоже Что Куда Дестабилизатор Стреляет Я Не Понимаю А Какого Марика В центре Подрезал Хиро Так Видит Хиро Здесь ССФу Занимает И Новейшн Есть Еще Не Закадешился Залп СМ Минус Мелочи Приятно Да Затягивает Все Как бы Сам Ничего Не Теряет Аккуратен Просто Сам Третье Нексус Уход Колосса Вовсе Уже Штампуются Третье Уже Плюс Один Заказан И На Грэд И Получше У Хиро Часто Такое Бывает На самом деле Я Замечал За Нем У него Что У него Как бы Меньше Рабочих Чем У Оппонента Потом Он Тащить Будет ГГГ Года Я Уже Много Раз Рассказывал Получается 9 Числа У нас Первая Отборочная В пятницу ГГГ ГГГ Участвуйте Тоже Пятница А во Сколько Во Сколько Сейчас Скажу Как Это Повечер А Вот Новость Все Сейчас Скидывает Юра В чатик Новость Троли Квалификация Девятого Девятнадцатого В пятницу Короче А че так поздно Ну ладно Разберемся Че так поздно Так Квалификация Это Ага Девятого То есть Завтра Международная Получается У нас Десятого Только СНГ Тринадцатого Международная Четырнадцатого Только СНГ Вот так А там Инвайтов Нет Или Инвайтов Есть Без Инвайтов Все Будет В абсолютном Надо Поучаствовать Обязательно Вот Ну как бы уже То есть И на отборочных Будет Какой-то Минимальный Призовой Там Вот Ну и Как бы Уже Гарантированно Тысяча баксов Финальный Турнир Плюс Хорош То что Зрители Там Нашлют Как бы Ну Предыдущие Годы К соточке Уходило Как бы Наших Вроде Насколько Я помню Так Ира Давит Ира Давит Опасный Миг Ну тут Очень много Уже Для такой Стадии Либераторов Шесть штук И Танки Короче Говорят Ира Я думаю Сейчас Поймёт Что Тут уже Нет смысла До конца Лезть Все хорошо И навыщем Контролят Да тут Вообще Никакого Смысла До сюда Лезть Нет Ира Ставит Никсус Четвёртый Плюс Два Делают Единственное Может пару Форжей бы Здесь Кстати Два Либератора Все В этом Направлении Будет Кир Да Агрессивный Блинк Пошёл Либератор Минус Дестабилизатор Успел И навыщен Выбить Походу Да Убил 157 132 Вроде Налом Минка 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 Жахнула Ну там Под блинк От Кира Под дестабилизаторов Пошёл Ой Под Либераторов Простите Дестабилизаторов Ну Выбить То Выбил Но Чё-то Лимита И навыщено Больше Намного Так Здесь Есть Твикинг Твикинг И Кира Подрезает Танк там Демеджа Наваливает Я тебе скажу Вообще Танк там Жёстко Стебает С этого Хайграунда Или По три Либератора Строятся Они Чёрт Убери Уже С рейнджом Ребята А с рейнджом Ухода нет Крипт массы Либераторов Поэтому И навыщено Постоянно Приходится Перераскладываться Минка Смола Опять Вообще Какая же Она Жёсткая Позиция Хорошая Уминьки И сейчас Находит И навыщен Не готов Перераскладывать Надо Либератор Заходит Проту Хотя Сталкеров Не хватает Но Подрезать Немного Как 3 тысячи рублей Квалификации Ну там Ещё Зрители Может Что-то Подкинут Если Интересно Будет Интересно Не успел Блинкнулся Ну Минка Я знаю Куда Минки Закапывает У Кира 74 Пробки Кстати Ребята Обратите Внимание Он Давит Но Экономика Очень Жестко Но Как Он Из-под Либератора Сейчас Выти Просто Не Успевает Купа Как Колоссы Жгут Какие Колоссы Ой Как Морис Там Вообще Кладбище Мариков Просто Я не знаю Слышал Что Их хотят Бахать Да Против Лайт Лимитов Нет 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 Все Уже Отпили Эти Вот Эти Марики Не согласны Которые Попали Туда Такие Ну У Киров Уже Болез Лимитов Что-то Ходил Бродил Что-то Тут Как Этот Медведь Шатун Короче Все Голодный Киров Ходил 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 И Прессинг Да И Здесь Все Всегда Двигалось Как Все Всегда Варпалось Хиро Там Ну Понятно Иногда Не Блинкал Сталкеров Но Все В движении Постоянно Было А Ведь Еще Он За Это Время Как Четвертую Раскачал Гейтов Добавлял Там Ну То есть Продакшн Ну Это Жестко Очень Ребята Жестко Ну И Новейшн Тоже Не Меньше Трудов Он Перераскладывал Либераторов Там По Разным Направлениям И Не Только Да У них АПМ Там 320 390 Жестко Инвейдер Зик Спасибо За Поддержку Бобосик Для Димона Подъехал Спасибо Ребят Миша Привет К нам Присоединиться Не хочет Четвертым Хотя Не знаю Можно ли Вообще Такая Тус Вообще Будет Ну В Скайп Точно Можно А Кто Что Там Каст Каст Не Ну Скайп Можно Но В В В В В В В Почти Полный Хост Кто Чуть Не Подтвердил Там Я Нажал Не Нас 10 Из 11 Не Вижу В Чё-то не посмотреть, кто не принимает. Я думаю, можно как-то посмотреть, не? Ну тут как-то 4 вот здесь показываются, там один из группы есть, туда жмёшь, то там как-то, ну, там не показывается, да-да-да, типа FFZ, короче. Ну какой-то один не жмёт. Так. 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 Доктор Кэт, Каля ГГ года, да, все могут участвовать, но, соответственно, в СНГшной только кто из СНГ с гражданством, как СНГ бывшего союза получается, если кто-то из Латвии, из Прибалтики, грубо говоря, Латвия, Литва, Эстония, из наших хочет участвовать, тоже могут участвовать, я думаю, на этих валях. Поэтому придираться не будем. Вторая игра, на Вейшн против Хиро, карта чаще. Ну, Хиро, получается, должен выиграть две Best of 3, да? Да, 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 если Хиро сейчас выиграет, то еще мы увидим, как минимум, две игры. И это вот хорошо. Да, топим за Хиро в этом башке, как минимум. Ого, Хиро что-то не заказывает дрону. А, блин, а, пилон. А, а что это? А что это такое вообще? А что это такое? Стормспирит 123 активировал премиум на ваш канал. Может, он раньше так делал, мы не обращали внимания? Возможно. Посмотрим, может, просто. Ранненький. Ранненький просто. Это явно не просто, это реально супер ранний гейт. Интересно, посмотрим. Хоть я не эксперт. Яны, подчеркивание, Сачк активировал премиум на ваш канал. Не стандартчик. Да. Хе-хе-хе, хочу сказать то же самое. Хоть я не эксперт ПВТ. Ну, два газа опять, ну, похоже, что он похожий на Биллдорда катает. Может, он, да, действительно, может, он и предыдущий так делал, просто мы прозевали этот момент, не знаю. Ну, помнишь, может, спросить. Сейры активировал премиум на ваш канал. Так, ребят, сейчас на секунду отвлекся. Закинул три премщика в чатик. Вот, людям. Серега мог бы нас предупредить заранее, там, активировал, да? На быструю руку. Да, да. Ну, я и так Илюхе дал, он там вам точно по одному активировал. Будет вас смотреть. Ну, и может, я как-нибудь зайду, когда делать нечего. Будет. Да, все-таки пошел прокси, Паша. Сори, что перебил. Да, 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 ничего нет. Это все, окей, короче, ребят. Все-таки не зря он 12-й барак или какой, 13-й. Да, да, вообще. Очень быстрый получается прокси, максимально быстрый, да, сразу после кипернетки. А, то есть там необычно ранний какой-то пилон был, да, получается? Двенадцатый вообще, то есть он вообще пробовал. Ну, нифига себе. Ну, это да, это да, это какая-то сверх, короче, жесткий старгейт ранний. Причем адепт тоже-то получается раньше, он рипера встречает, он рипера отгоняет. Выходит, что так? Нужно успеть его, правда. Так, видит Хиро, куда ты попер, ема, мазеркор, попер. А, там пробку, ема, там что-то, вырывают, все у меня тоже. Чего хочешь, вторая депп. Пошел, который от рипера. Вот вторая депп выйдет сейчас, и от Аппилона, да. Ой-ой-ой, здесь риппер, но риппер, конечно, уходит, ни одного старого, чего не убил, хер, хорошо. С которой, и опять не дают достроить. А-а-а, пробка. Вообще жесть. Ну, в этот раз инновейшн решил убиваться с помощью бункера. Ой, бункер что-то не достоял. Рипер, да, рипер и бункер задерживают. А еще сейчас, вот нет, тут КСМ-ка не достает, рипер до КСМ-ки. Стало так далеко. Сможет пробить, но бункер находится таким образом, что вычинить его не сможет. Просто инновейшн сейчас физически как бы, то есть, до КСМ-ки оставал. И реактор здесь прямо есть, где минка закопана, зафиг, а кто и минка? Ой-ой-ой, красавица, инновейшн, как же хитро он минк вот закопал, а. Да, это минка, этот удар, это минка очень важен был. Так было бы вообще все печально, если бы эта минка сейчас не взорвала оракла. Да, на реалейшн, и вообще все. А, кейрыш. А риппер, кстати, живет, а риппер сейчас на минк. Риппер живет, но, кстати, вот этот контр-рипер, он может здесь дело наделать, вообще нормально, на самом деле. Юнитов-то нет, у Кира вообще дома, получается. Адепты вынуждены уходить. Ой, как больно. Так. Акейрыш не халявная премия, а честно заслуженная на этом чертовом марафоне, в котором просто часов, наверное, за тот месяц просто 350 отстримлено было. Так, риппер упал. Ну, для инновейшн есть все шансы. Да, да, нормально. То есть так-то в целом. Могло быть все гораздо позже. Гораздо. Ну, а теперь все, три барака. То есть вообще вот инновейшн, он отменили командный центр, но он в целом придерживается своей линии. То есть опять сейчас будут два Т-клаба, соответственно, стимпак, щиты. Минка там высаживается в интересном месте между второй и третьей базу протуса. Заранее, да, так что подловить оракла возможного. Считается просветка. Ох, не успел спасти. Он сейчас полетит прямо, но полетит фениксом, а не ораклом. Но все равно зарядила. Флотно. У меня очень понравился вообще этот билд гордер от Хиро. Очень прикольный. Да, продумаешь. Да, необычный ранний. Прикольный. То есть не повезло только с ораклом и все. Так бы вообще было, мне кажется, уже не любят. Ну да, скорее всего. Сот ли увидел эту минку? Мудес. Ревелэйшн. Поднял. Хорошо. По рабочим. Стрит минку сквозь. Не, ну все, в принципе, играбельно для инновейшн. То есть нельзя тут сказать, что все, капец, эгг. Не, не, нормально. Два мула, это очень много. Это 8 рабочих на самом деле. На самом деле. Много. Так что все окей вообще виноват. Даже, возможно, у инновейшн немножко, я бы сказал. Да, да, да. Лучшая ситуация. То есть я опять собираюсь сейчас как бы делать вот этот выход с либераторами. То есть марики, минки, медиваки, либераторы. Поехали. Сейчас как раз туретка стоит на дома. Потом туретка будет поставлена на натурале. И уже вот на микроконтроле. Потому что, ну, инновейшн вот этими своими пушами, он просто долбит, просто вообще офиген. То есть он вообще и в ТВЗ тоже там вроде делает похожие билд-ордеры. И оппоненты об этом знают. Но чтобы от этого отбиться, блин, он уже еще и контролит. Вообще как демон. Да, мультитаск, мультитаск, микроконтроль. Да, заказ, там принятие решений, когда навалиться, когда не навалиться. Вот, ну поэтому у Хиро сейчас будет все очень непросто, конечно. Потому что у него сейчас идут, конечно, глефы. Но, а, он, кстати, бустит их? Нет, он даже их еще не бустит. То есть... Ну, садим бустит. Глефы просто чуть-чуть быстрее делаются, может, за этого. А, хотя бы, кстати, у меня сейчас в Инновейшн закончится еще два Медивака, так что в этом плане попроще. Но здесь отменяют пока Старгеев. То есть не будет либераторов. Но вот Медиваки тоже, с другой стороны, очень мощный выход. Большое количество пехоты. Ловит... Нет, Оракул улетает. И Хиро решать, не заказывать пока третью локацию. Так, погодите. Он понимает, что он не отобьется просто, если третью закажут, не кажется. А, что произошло, что Инновейшн просто настолько впереди, да жестко? Вообще ничего. А, просто, то есть, получается, у Хиро до конца не получилось после потери Оракулы. Он просто отстал так жестко, что ли? Да. Ну да. Он при этом еще убил две минки и Медивак, и ничего не потерял. Чтоб ты понял. И все равно вот такая ситуация. Да, жесткая. Он тут контролирует. Плюс один, то есть здесь сейчас, конечно... Еще нет, плюс один, 10 секунд, да, плюс один. Утерна. Утерна, утерна. А, утерна, да. Так, здесь три оверчажа. Минки копаются. Минки успеть надо хоть одну подрезать не успею. Хорошо, тут с оверчажами хера-то отбивается. А здесь-то, посмотрите, прирост. Да, плюс один, рабочие все упадут. Аланч, активировал премиум на ваш канал. Будет печально. Аланч, активировал премиум на ваш канал. ленте активировал премиум на ваш канал а по лимиту по всему по апгрейдам до преимущество но вот этот оверчарджи как сдержали выиграли время и контр-дроп под хиру контрарм я просто на 60 на 90 как потом просто печаль полная там 8 или 7 гейтов просто было и он начал варпать и самое главное были глефы и плюс один на атаку рожь хорош хиру 20 что мы переходим в во вторую второй был 5 оба 3 и на рожь савчика офигеть послужив и в предыдущей же игре помните когда входил колоссами hero и уже лимита было меньше чем у инновейшена но потихоньку там ходил ходил там отжег там отжег там где-то навалился на либератору грохнула кто не устал лимита больше чем у инновейшен вообще жест хорош круто начальная вот это overgrowth начальная мне очень 12 пилон потом пошел 13 гейт очень быстрая кибернет и очень быстрый прокси stargate через пилончиком с адептами двумя адептами и мазар шепкором получается раз если бы он еще 1 оракла не потерял на минке там вообще что мараку все битры не хотят тоже был такой момент что перебив в центре и 2 2 или 3 адепт когда подходил там его рипер просто стрелял всю дорогу а я героя этого не ему не видел более в атаке микрил на муви шел можно было этого просто я к чему к тому что этот рипер потом выжил еще сколько беды наделал протасу на майне помнишь уже потом когда террин отбился и рипер выжил вот если бы рипер не выжил то я к тому что было бы все еще легче да согласен ну в общем билд очень мощный против инновейшен по крайней мере это точно все сто процентов так и все пытаюсь прочитать про турнир года на губе на губе не получается не успеваю уже зарегистрировался но читать мечтал фонд поддержки российского старкрафт это вот написано призового пожертвования зрителей призовый фонд предоставлен русск фонд фонд в поддержке российского старкрафта хороший вопрос а но это наверное надо это нами яндекс короче говорил что хочется следующего года там у нее что-то ипотека как бы и пока нету особой возможности а потом хочет как бы ну тип такой фонд на турнира создать там она ну все дела вот такие вот может быть это это есть как раз таки круто прикольно и андеку респект да уважуха его первой карты вихрь года он берут тиры активировал премиум на ваш канал чадари подчеркивание канами активировал премиум на ваш канал ян и подчеркивание сачк активировал премиум на ваш канал а мы можем стать регистрироваться на международную квалификацию логично что да естественно конечно там просто все что кто из европейца захочет поиграть поиграет как бы получается непонятного разгону и ну многие то у нас играли уже на губном гейме да 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 просто не ну не все может разобраться смогут по сериями у нас счет 11 причем по играм сейчас выигрывает хиру со счетом 32 уже вот и соответственно второй был три финала тут уже соответственно будет выявлен победитель кто побеждает тут соответственно выигрывает весь турнир на сейчас 1 best of 3 и сразу плюс 1000 долларов получается потому что за второе место 400 долларов за первое место 1400 тут игра по факту за плюс тысячи до на войска играет fast и c hero а хиры тоже играть просто нормально чем большая карта интересная карта так вообще и уже не было до в предыдущем вот и получается до наказать было быть последний кстати если сверхдолгих игр не будет уложимся до 7 часов получается нормально вообще четко недолго очень оперативно все давить карты черкаются сдаются и без всяких перерывов там да 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 не но в этом плане на изгле корейцы они ну не обычно времени тянут китайцы же не но организаторы имеют ну и корейцы просто игроки азиаты на только три барака или два барака вообще стандарт 3 но это просто такая большая карта здесь хорошо что нет запрыгивание всяких ну а сталкерами с блинками тяжело запрыгнуть так то просто если какие-то технологии хочешь выходят и там после двух бараков и газетки под она мои нельзя запрыгнуть до соль что может не можно можно если собственность неудобно прыгать и все равно там наш через или блин через shift это через шифт нужно и мало места но портачить легко там просто получается если stalker перри блинкнуться и тиран если бы разместить с рабочим пойдет то вероятность будет большая что просто stalker не уйдут обратно тяжело бы там блинки ваться вот поэтому но увези соответственно это редко играют поэтому можно этих технологий прямо не торопиться но кстати новейшин сейчас вообще не торопится до сих пор не возможно и 3 2 газилки причем на второй базе специально возможно показывает что типа вот эту базы игра хотя бы пушки нету лору а сам все разведал хиры не повезло он поехал по самому дальнему расстоянию и навык причем смотрите на мини карты красивый рисунок сюрикен такой звездочка какое-то здание отменил и хироу 75 газет получать скорее всего роба я не видел нового старгейт то что точно верить вилай в общем какое-то здание отменил которая видела на вейшин заказал старгейт то есть такие майнд геймс идут и у инновейшина могут быть проблемы потому что у него поздней технологии то есть поздний будет дробь вряд ли он побежит просто пехотой и соответственно если он увидел там предложим роба то он думает что там не будет старгейта значит марик это мы не можем держать да да можешь увидеть его и vision включить инновейшина и видишь там справа здание которое он отменил возле газа да 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 то есть он видел 100% вот и теперь как получится майнд геймс работают именно будет ли инновейшинс как-то перестраховываться то есть у него пять мариков не вне все-таки набедняет мариков всех вместе и соответственно тараку будет сюрпризом прикольно гордак спасибо за поддержку хотя нет вот опять шесть мариков выводит даже больше ну уже вы получаете 9 мариков на мэйне все-таки готовится инновейшин он чувствует что может быть такое произойти поэтому не рискует прикольно еще это конечно помогает от призма какой-то но то есть он вообще готовится кстати сейчас дестабилизатор расплетел мариков потому что думал что дестабилизатор плетит а там летит ораку ораку пока не залетает то есть видимо ждет херу когда будет выход от инновейшина чтобы залететь потому что туретки в рабочих там ну вряд ли будет ставится но вот когда марики сейчас пойдут там будет 2 ораку ой ой и на вы сейчас выходит сейчас там сталкер сталкер перед выходом может увидеть или нет 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 и навыщен но туалет и навыщен сделал движение к бункерам по что подумал что ему собираются атаковать в лоб но потом по увидим что это разведка поняла мариками остановился ну и херу сейчас них и не хочет лететь кого палить своих ораков то есть он понимает что его оппонент сейчас не знает то есть нет разведка и новейшина стопроцентный и вот полетели двойные дропы но когда и где заметит новейшин что здесь стоит марик и прямо на марика летит инновейшин и вот такая получается слева сталкер справа оракула в общем два дропа в час неожиданностью для херу и марики со стимпаком сейчас могут убить просто в центре и херу группирует свою армию что-то чувствует что там что-то сможет ним подойти но пехота пехота стимпак ходит отходит херу но тут эти третий нексус под ударом оракулы блин как же долго оракулами хера сами висел но все-таки залетают самый нужный момент получается ну тут очень много бил на такой стадии конечно тяжело не получится хера ничего у оракулы шли то ну правда и навык на третий нексус не зашел получается да и навык наступил но сейчас stalker но сейчас просто армия если навык сейчас соберется то хер будет нечем отбиваться банально да у нее есть stalker с блинком но этого мало ой блин вперед минус 1 мин 2 минус 2 медивак отрезает еще фурсы даме он тоже не без потерь подрал скажешь а несколько stalker поддал и на вейшн прирост тут подводят хера вид центре уже и не уйдут скорее всего а то сталкерами прикрыл ушел на нексус 3 точно упадет гид на самом деле близко чем потому что ох сейчас медиваки может поймать херу ловит один минус нет 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 не вижу нам не хватает закопаны роба нет привели шина нет и тут уже хотя перестим патчался innovation то есть если если сейчас это все не было настолько перестим патч на нормально бы он дрался единственное не понимаю как ира собирается и на вышла убивать то тут вроде гулыми stalker my прям убить ну тут смотри stalker сейчас хорошо чем разменивать из-за того что и навык перестим патч на и да как бы здесь нормально он двойной друг на вторую пиакте мазеркур он погиб уже давно что ли похоже он реконос из мэйна на мэйне вместе с пробками ищи сразу честно добычу прямо они поехали нормально 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 получилось то есть это восстановил сразу рабочих которых потеряла да-да-да-да здесь вот так а в глупо вот так как ира но блин нету просветки точнее опса нету один момент и убил филдами заблочил хорошо заблочил кстати хера все филдами шикарные филдами ксм выходит 4 мародера блин конечно больно очень делают сзади часть юнитов и навыщина спереди часть юнитов и навыщина минку успела вкопаться но хера успел убить кстати говоря но здесь инновейшн изи отбивается на самом деле ира все плохо еще и минки да еще и минки жахнули там дом первая карта за инновейшн в этом басту 3 это базовый тиранчик с первой тэшки с тремя бараками зашли не зашли ораклы то что планировал хера хочет просто не хватило от разведки то есть там какой пилончик ли stalker себя заметил два этих медивак вам бы залетел тогда выпало бы огонь вообще там какая печаль была бы у инновейшн а так они просто получается залетели уже много поздновато очень поздно на 1 0 у них вообще по играм за сегодня 33 ничья очень да Продолжаем. 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 как это называется match point ну да . game point да point короче карта для новой сынов даже не матч пункту турнир point когда типа а как в теннисе называются как в турнире типа match point в финале как бы это как-то по-особенному называется ночью ладно сейчас получается преимущество инновейшина в одну игру 3 играют опять ранний пилон двенадцатый вот hero да я прозевала момент получается опять прокси посмотрим ну все это за процессов и пикую рероли познал дзен знаю все стратегии что против зерга в кейра в протестером 12 пилон работает два газа два газа вот уникальность таких корейских игроков что вот dark любит быстрый пул причем играть в макро там выигрывают очень сильных игроков то есть это нормально хиру постоянно стоит два газа вообще ну зачастую такие стандарты и всем перетекают в принципе да просто ну сейчас видимо такое межсезонье то есть как бы пока не встретились там европейцы с корейцами резко редко пересекаясь плюс супер крупных турниров нет что в ладере да там все начали такого чтобы катать увидеть это то есть не все наверно лайфенг смотрят хз ну в этом и плюс есть к его ну тогда завтра сгл надо стримить и завтра так выходным сделаю пак короче вот уже давно обещал ну сейчас чтобы тогда уже кончилось все основное корейское потому что дальше будет перерыв в этих турнирах как я уже говорил лайфенг отписал из-за и мвца а на и мвца в игры не попасть будет его вот поэтому там будет рестри мы там репок уже не будет никаких то есть соответственно официально цвета них там нельзя никак стримить короче такие там не хочу рассказывать подробно в общем короче на и имя там вроде как групповую можно ну там все что-то будет стримить так сейчас секундочку пацаны очень интересно что-то делает хиру такое вообще для меня непонятное фото на верчаж хочет делать а тут марики стоят ждут да не получится минус страта да да сразу здесь сразу все еще прикол в чем innovation в прошлой игре на этой карте построил рипера под потерял на первом фото на верчадже в этот раз он вообще рипера не устроил построил первых быстрых 3 марика там 4 вот ему надоело что у него отменяют постоянно его экспант и сейчас минка закопается ох сейчас минка как долбанет еще же может подконтролить то есть либо сталкера грохнут либо вашу кора посмотрим заметил хиру понял что здесь не зайти вообще ничего ловить на и получается хиру уже играет с отставания из-за того что билл гордор был агрессивный и при этом ничего он не не сделал билл гордора то есть теперь сейчас у хиру большие на самом деле проблем потому что сейчас вот этот дроп придет да а у хиру получается нет как бы нормальной армии у него да есть ранее роботик но в двух местах там все просто еще гиллионы же будут заезжать или подожди где-то первый гелен поехал сейчас 2 подъезжает да и вот соответственно будет заезд а у хиру тут как бы пилонов на натурале нет пилы вообще гиллионы могут проехать сразу на мэйн еще два сталкера зелок зато стоит как бы сейчас опа оптеры хорошо спалил медивак полетит назад об станении летит здесь новый сейчас будет едва гелика ведь да нет здесь хиру должен убиваться хотя да так туда нормально пока гелика он встретил встретил гелика в короче 3 сталкер выходит ребят да нет здесь все хорошо у хиру поедет еще один оверчаж очень вовременно зелок что-то заблудился тут минер оказался сапер точнее зелка оказался не не самый лучший дроп на мэйн мариковой через пару энергии оверчаж надо выпиливать медивак стараться не успевает хира сразу переконтролить хотя там одного выстрела в срок не хватило бы скорее всего и контратака идет от хиру с пилона с прокси смотрите-ка здесь минус гелик три сталкера заходят три еще подходит с тыла ну тут танк юма есть пробки перед марика в дом отбился от дробка и так ну я как-то рабов то меньше как бы на самом деле я смотрю тут ничего хорошего для хира то дальше и не предвидится здесь есть призма была хотя с другой стороны цц он прогнал здесь один маленький просто этот боевые боевые пехотинец блин соплаешь блок жесткими новейшина кстати все 454 вот пошли только пошли пошли текст разоплайн танчик второго хоть ну кстати если долго будет хиром очень базовую тут в принципе ситуация может неплохая для него будет так здесь две сентре есть ночью хира хочет с призмой какой-то врыв делать как сейчас друг поймает хиру на отрезать надо 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 хируло что он уже видел он проспал он не видел на самом деле и ведем да пилон его видела он не видел ну вообще-то хиру видит все расположение армии ну конечно наваливаться на такое оборону это самоубийство будет ну да тут либератор два танка я думаю сейчас хира просто начнет харас как бы мэйна будет пытаться перейти мак здесь кстати мэйна вообще не прикрыть получается другое дело что адепты без глеф без плюс один к вот все они долго будут убивать съема ни одного рабочего не убил как же эти адапты ущербно пока у них нету там плюс один против этих ксм пилон блок жесткий тоже 78 78 пилон наполовине так ну кого тех делается что тут говорить в принципе рабочий гуну нормальная ситуация все будет от дальнейших действий зависит получается и навыщена тоже сэсэшки нет пока но я думаю что при таком раскладе и навыщен при выходе как раз сэсэпу начнет строить скорее всего потому что если он не будет ее строить то это полный улыб получается но может быть он так и хочет именно сделать у хира тут ключевые игры это как раз таки в продакшене сейчас и колосса и рейндж как бы еще в минута целая глеф еще там 70 секунд до них остается адапты нам они развивают минус 3 ксм где-то пилон а на третьей базе пилон и погиб хирос понимает сапплай блок сразу три стоит ну вот вот все правильно хиро делай встречает в центре этот выход прям танки не развал только я сказал хирос валюк вот ну куда он свалил и самая главная инновейшн тоже отступил инновейшн просто увидишь что нет рейти базы похоже да на вышли либера либератором просто пролетел на третью базу висит там рядом ждет видишь не третий рнекс и поэтому сразу я решил сам заказать третий cc что снова сапплай блок кстати веновейшн наш ребята уже устали у них с эти уже получится сколько 12 часов ночи возможно подустали на сыношки ну в этот раз у хира что мне радует плюс 2 тайминг какой неплохой то есть как бы у инновейшн еще не будет 2 2 точно на плюс 2 как бы то есть 1 1 тирановская на плюс 2 протсовский такую миг за колосса еще это хорошо минка на мэне убил от призму адепты уже не влетят смотри они с глефами нормально тут разваливают сейчас с плюс 1 то как бы да причем даже хиро там тремя фокусил 1 на отпись можно было через холл даже фокус погодите а книг отменил кто как а чё я тоже не получал отменил отменим да он же уже достраивался ну да кто тут дроп что ли был блять не было только либератор может и на ваще на либератора по земле стреляют как в компании хахахаха вот во блин тени лотва нового нового вот этой ну компании муж хиру хотел заулынить вообще то есть типа фейковый нексус сначала стал думал пробьет потом думает они что-то не получится давай капец на яндекс все уже яндекс существенно без процентов 1000 баксов ровно уже в призовом пацаны так что все ништяк спасибо яндексу конечно ну да большая года стало уже хорошие традиции получается у нас третий год подряд да по-моему третий пацаны напомним часики кто помнит через 90 секунд узнаем да да burns св opinion это выдает казах викинга уже ни снова у тера на эту this étique вот что интересно протас не делает третью атаку а дешевый армор которых быстрееafft делается и дешевле в этой грамоте Да, но чем-то похоже на ту игру, да, как Хиро бродил-бродил там рядом что-то и потом... Так, гадите, у инновейшна что? Уже раньше не, либератом. Ё-маё, уходи, Хиро. Инновейшн тут сталкера на халяву одного подрезал. Будет ближе подлетать. Да, подлетает поближе. Четовочек поближе подлетел. Сейчас будет раскладывать. Да, раскладывается, короче. Вообще очень неприятное место для... Там только один сталкер. А не, наконец-то начинает доставать ещё. Сколько он наубивал этот... Просто меня бы пригорело бы, наверное, б. Четыре сталкера. Не, раньше его было бы не достать. Ну а так-то он, получается, согрел ещё, да, то есть как бы... Четыре сталкера. Вот кажется, да, как бы иногда... Иногда кажется успехом, чтобы либератор пробок не выбил. На такой-то стадии четыре сталкера он там супер окупился, получается. Это просто там 600 минералов... А нет, 500 минералов, там 200 газа, короче, вообще жесть полная. Ещё иной. Несколько пробок и всё, да. Да-да-да, то есть, ну... Эффективнее размена просто не придумать. Так, викингов 12, либераторов две штучки. Ну, кстати, без рейнжа в этот раз, зато 2-2, зато госты подъезжают. Ну, у Хиры четвёртый нексус, и у Хиры шторм делается. Сколько штормовиков у Хиры? Пять уже. Пять уже. Хорошо, эта энергия немного успеет подкопить. То есть, уже точно по шторму уже есть, как бы, и... Если будут жить, ещё больше скобик. Странное какое-то положение фотонок у Хиры на четвёртой базе, вот такое. Хотя пофиг, но как-то снизу-то тоже тогда, ну, надо пилить было бы. По идее, Innovation двигается вперёд. Хиры прекрасно видят гастов. Можно фидбэчнуть их, кстати, неплохо было бы. 10 секунд до шторма, это очень важно. Заходит Innovation, опа, хорошо колоссы обжарили. Так, но... Только два мародёра с Мариком, да, бегали. Сканит Innovation. Два филда хороших. То есть, ещё время подтянул. Немножечко Хиры. Ну, тут от штормов будет много зависеть. 200-200, блин. ТВП я 200-200 уже давненько, признаться честно, не видел. Так, штормовика минус. Заходят Марики. Гасты! Штормы выкинуть не уки... Ой, Эмп не успевает кинуть. По викингам дэмэджа уже внёс там Хиры просто нормальное количество. Так, вот штормы-то идут по викингам. Да, по викингам штормит Хиры. Викинги вообще все в мясо. И по земле разваливают тоже имморталы. Викинги попытались сесть. Куда, ёма, минус всё. И можно колоссов опять смело получается добавлять. Да. А где 17 пробок минус? А вот, ёма, это он один, что ли, размесил всё? Всю базу просто... 13, 13, 14... Не, это 15 только убил, но 19 получается. Но Хиры больше боевого. Он идёт вперёд, уже хочет дожать и на Вейшну. Надо сжимать там 3-3, конечно. Тут ещё экономика-то вся целовая на Вейшну. То есть как-то нам нужно добивать. Адепты заходят, прям в био. Врываются где-то сзади. Столки раз с антрями. Блинкаются вперёд. И пошёл шторм, ребят. Сейчас я дверь надо открыть. Тут уже всё ясно, в общем. 1-1. Хорош! Я вообще думал, что тут инновейшн втащит. Но там штормы вроде как бы не самые лучшие, если честно. Там последний шторм вообще он бросил на Викинга. Вроде бы как бы Викингов продамажил. Но тем временем он и по своим юнитам там по земле тоже с Entry и Immortal стояли под этим штормом. Я думал типа, ой, что ты делаешь? А по итогу всё хорошо получилось. И апгрейды как бы были 2-1 на 2-2. В пользу инновейшн. Интересно. Интересные протасы. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Колоссы, Immortalы. Immortalы там под концовочку, конечно, продамажили плотно по Викингам. Да. И получается у нас 2-3. Кстати, вот предыдущие вангфенги я не припоминаю, чтобы кто-то переворачивал из лузеров. А тут 2 ещё и прямо, ну, напряжно так, да? Как бы всё. Последняя карта вообще. Угу. До последней карты. Хорош, ребята. Молодцы. Да и бреки. И ещё и карта такая самая стандартная. Балансная. Интересно очень будет. А мне, кстати, пишут здесь, что, когда вот, чемпионшип поинт, в общем, так называется. Ммм. Ну да, чемпионское очко. Ну да, да, типа. Хе-хе-хе-хе. Ммм. Ой. Что-то типа того. что-то я не заметил, а двенадцатый пул болер? Нет, нет, стандартный четырнадцатый там пилончик. Ну и саплайнборд. Ну и саплайнборд. Ну и саплайнборд. Ммм. Ммм. Да. Интересная решающая карта. Да и брейк мне всегда нравилась. Раньше такая интересная она. Да. И в лоб можно налейти, и обходить там, и разменчик есть. Очень удачная карта, мне кажется. Все расы ее как бы любят. Она достаточно баланс. Да-да-дам. Да-да-дам. На макро нацелен, похоже. Ну как, Никсус первый он играл же, получается, да, там в какую-то... А, ну да-да-да, на вихре точно-точно дальше. Ну там карта просто очень большая, в принципе. Ну да, причем в хлам отлетел, получается, с этим Никсусом первым, да? Да. Угу. А там было, конечно. Не фартануло, что не увидел выхода Тирановского, и поздно залетел своими ораклами. Ну да, там что-то они всю игру висели, 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 висели. Да, Абьян самоликвидировался. Надо вовремя на стрим приходить. Но они в конце последней игре спрашивают. Хе-хе-хе-хе. Ну вот сапьян поехал, вот, Джинзе его заменил. Ну и короче, он там ненадолго его заменил, судя по всему. Но стримить и Джима мы и не собирались, поэтому неизвестно, что там было. Так, Адеппный Ксилнаги, Мазеркор, Твайлайт. Мазеркор, кстати, висит таким образом, что Рипер может... А нет, не может уже. Вот как Хиро четко заметил Рипера, да? Скейп успел нажать, молодец. реакция мангуста на вечно снова будет друг минок hero соответственно защищать удар шань это интересно не дает реперсию запрыгнуть везде контролирует так пока пора вам все у хира хорошо дар дар шань как зайти зайдет то вообще зайдет ли так а у на вечно что мир не полетели до 2 минки тут репер репер еще увидит репер увидел чаш выманил е-мое блин халявный репер минки на натурал здесь все один ответ ира решил что у грамма нормально вообще казалось бы что сейчас будет больно хиро но нет но я понимаете это хиро просто если бы это был не хиро а где-нибудь мы ну я не знаю смотрели гуфу из к какого-нибудь там процесса реакция просто редко-туретка не стоит достроиться в виде виде дарка металлическая да хорошо что были скану тут скан выманил дарки на main прилетели разделились сразу же нужно пытаться выпить так что прям ни одного не спасет хиро попытался выпилить нужно выпиливать степа опять минки да сколько и погибло что-нибудь вообще не обратил внимание одна пробка вроде погибло да они мне написали значит одна хира надо залетать учет ждет туретки пока нету здесь можно активировал премиум на ваш канал до реактор на реактор лабы стимпак если отменят это будет общей ну вот лабы нужно было в первую очередь дать это хира не видит что видно же что-то и ты косяки от мира сейчас пошли на мультитас тут напрягает innovation и вот тебе пожалуйста да 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 он дома отбивался от минки дропа минки поэтому завтыкал с дарком после игр дарка зерга как-то непривычно теперь так слышите завтыкал дарк хорошо спал дарка красиво летит летит на перехват ну было бы круто до 6 гитов просто семь гитов опять то есть это вообще семь гитов с двух баз любого это а-ля какой-то я не знаю как зергом прям то есть с хараса архонов переход блин к уж только с дарковка это переход на и пилончик специально на третьей базе тоже типа этом третью базу беру и не ну кстати смотри как а лосс пошли нет тут похоже какой-то сверх агрессии увидел что там пехота бежит на ваше сам ставят третью базу бежит и за дарком дарк о спасает ищу гейт добавляет еще форжу добавляет да то есть это поздний на третий нет то есть сверх типа надежно с двух баз так ну тут мертвая зона либератора есть где просто нет пионов ничего нет фира пока не видит ничего и как он начинает бомбить больно еще инновейшн шатает дальнюю там базу бровка печально пробок минус в итоге черобов меньше чем у инновейшн у хиро это вообще печаль полная и инновейшн понимает что у хиро то то есть он по крайним базам встал на 3 на мэйне а вторая просто ничем не защищена вот приходит она халяву сюда просто минеральную линию урывается жесть какая вертяжи выставлена но инновейшн проходит просто дальше там в тыл и все ничего не сделать вот чуть катаются туда-сюда хиро не из хиро здесь отобьется еще успешно это будет вообще чудо просто 11 пробок минус но в принципе пока здесь орбита лачки делаются хиро из трех них может пробок напилить там еще минка на второй базе эту гиро тормах тройба либератор еще да это либератор ты уже достал как изрядно хиро и минка тут рядом еще как у которой могут сталкера пройтись хиро решил что пока вы его лимит надо есть нужно идти вперед и правильно делает на самом деле то есть инновейшн не видит тем более аксел нага у хиро законтролена и это очень-очень важный момент вот пошел довар зелков с м3 нужно вырубать сс-шку просто хиро и пытаться развить свой стук с эти сейчас ксм еще до рабочие рабочие до дождался ксм хиро инновейшн что-то кто-то кто что хорошо что нет нас никого да так что варкод сворачивался в винду что ли чё так быстро отпустила сидя сидя у нас конечно сразу пробки успел послевала висит ксм ксм но видимо же так и где он он то и так собирался скорее всего очередной маме так сэха падает нужно ли хиро продолжать или он отступит он отступит скорее всего здесь на что отступать наверно нужно третья база есть ну да получается что да ну и плюс один вроде как делается у нас на по 4 викинга сейчас штампуются здесь у нас дарк выпиливает сил наги так а чё хиро сваливает на мудро сейчас ловить не вариант что ли дарк убегает такой провал для хиро твоему мешало проиграть он прямо здесь и сейчас проигрывает это просто жесть а что мешало ему бой то принять еще не понимаю там же был хороший микс у него и призма летала и мазерпор и гг короче вообще как он четко словил а сейчас такой бесславный конец для хиро инновейшн победитель данного турнира но у нас больше инновейшн а я думаю фанатов чем хиро обычно в чатике поэтому я не ожидал такого поворота вообще так быстро перевернулась все а мазер порву телепорт нубы да игра продолжилась бы получается как бы то есть на может быть поймал бы чего-то там парус андрейного да и большой перерыв я бы даже большой сделал на покушать я вот хочу покушать на 10-15 где-то так ты в 10-15 лет 30-40 хотите на перекуски хотите пойду давай на минут 20 туда есть какой-то реплейчики ну понял я не знаю просто я то короче думаю что сейчас давайте то я просто часа полу еще по стремлю дыбу закругляться на на сегодня минут 40 вот нагнуть как бы немножко вот выяснили там всякие вещи если смогу так там попозже ворвут то вроде сегодня турнира пока нету жестких вечером позже так что тут такое дело ребят ну и завтра то кто из ну если сбил там можете можно вместе за камень еще прилетайте там тогда но это в 16 00 начало получается у нас будет с грела вот можно будет если будете готовы там до 16 как бы пораньше немножко покатать что-нибудь там при поприколу завтра спишемся с утра будет видно я ориентировочно а завтра собираем я с часиком там хотел запариться ну посмотрим короче завтра тогда ну часа в два там напишу в час может не знаю давайте короче ребят спасибо вам тогда чё там на связи завтра счастливо пока так пацаны я делаю стоп старта на нулевую задержку выхожу